Дорогие друзья, здравствуйте! На телеканале Старт очередная прямая трансляция удивительного, ни с чем не сравнимого, уникального турнира по коротким нардам, который проходит в прямом эфире. Еще раз подчеркну, и особо подчеркну, что это впервые в истории мирового телевидения такое. Суперлига Старт по коротким нардам. Ну, осталось нам с вами сыграть в этом сезоне всего ничего. Сегодня второй полуфинал, потом матч за третье место, ну и самое главное, конечно, это матч за звание победителя. Рядом со мной человек, который, ну так я бы сказал, даже скрывает свою улыбочку, потому что в предыдущий понедельник он вышел в финал нашего турнира. Юрий Акопов и я, ваш покорный слуга, Григорий Твалтвадзе. Юрий Грандович, вопрос, который, ну так и просится сорваться с языка. За кого будете болеть? Точнее, с кем хотите играть в финале? Я давно для себя уже задумывался над этим вопросом, и вот скажу очень искренне, вот редкий случай может быть, но действительно не могу отдать предпочтение. В хорошем смысле слова все равно. Вот не знаю, просто как бы вот не важно. Ну, ничего себе не важно. Ну ладно, будем считать так, ушел от ответа. Сергей Ерохин и Сергей Оленин сегодня играют. Сегодня 11 сентября. Два прекрасных мастера. Сергей Ерохин, напомню вам, это один из наших двух гроссмейстеров. Первый гроссмейстер уже выбыл из борьбы за кубок. Как раз с помощью Ерохина. Но для Сергея Оленина, опытнейшего турнирного бойца, по-моему, вот сейчас наступает такая стадия, когда он вообще готов, ну, все положить на алтарь Отечества, на алтарь Победы. И не разу от него слышал, что самое главное, наверное, это не те дополнительные показатели, вот он на ваших экранах, о которых мы очень часто говорим, а это самое главное, выход в финал. Это конкретная победа в конкретном матче. Была задача каждого из участников старта Суперлиги, могу сказать точно, для любого это было заветной целью. И остается сейчас для одного из этих двух ребят. Можно ли сказать, что Сергей Оленин самый загадочный участник? Определенно, да. А почему? Тогда было, если я жал, почему-то работа не было загадочного. Я вообще слышал об этом от вас, дорогой мой Юрий Грандович, с первого дня, когда вы озвучивали список участников, и каждому мы давали визитную карточку. Я не мог это не сказать. Да, и тогда было сказано, что вот Сергей Оленин, это действительно такая загадочная фигура. Не потому, что мы ничего не знаем о его успехах и достижениях, а потому, что он в состоянии преподнести сюрприз в любой момент. Абсолютно верно. Я даже помню, как я это говорил. Видимо, это суть Сергея Оленина. Не выдавать ни эмоций, ни намерений. И он человек-загадка. А выдавать результат не гора, да? Он молодец, умеет собраться на некоторые матчи. Вспомним предыдущую встречу его с Ерохиным. С 0-8. С 0-8. Да, он поднял. С 0-8 до... 9-8, по-моему, или 10-9. 10-9. Это была просто какая-то феноменальная игра. И Сергей Ерохин, который, в общем-то, иногда напоминает такого сфинкса, да? Редко улыбающегося. Кстати, цвета те же. Да-да-да-да-да-да-да. Сегодня Ерохин тоже в зеленом, а Ленин в желтом. Но вот я не знаю, попадает ли снаряд два раза в одну и ту же. Ой, попадает. В нардах? Попадает. Да? Попадает. Попадает. Случается самая невероятная вещь. И наши телезрители уже, уверен, смогли в этом убедиться. Когда в этом красота, динамика коротких нард. Что из безысходных, где шансы не ноль, но очень малы. Там можно даже померить процентом, меньше процентов. Такие партии выигрывались. Это было на глазах телезрителей даже в нашем турнире. Да, вот как раз вот этот матч 20 марта, который состоялся. Он, ну, невероятную совершенно выдал интригу. Ну, 8-0. Ну, казалось бы, все, ребята. Сушите галоши. Все, дальше ничего не может быть. Выноси святых. А тут методично, я бы сказал, ну, наверное, не изменив себе вообще ни в чем. Это признак мастерства. И не только холоднокровие, мастерства. И вот статистика. И, кстати, вот там интересно было, да? Ерохин так руки за голову завел. Типа, как же так? Я вел 8-0. 8-0. Ну, что по поводу статистики того матча, скажем? Ну, по ошибкам я всегда смотрю сначала на шашки. Все-таки это основное количество решений. Это чаще всего мы ходим шашками. И иногда в течение партии кубами. Ну, очень-очень мало грубых ошибок. Две у Сергея и четыре у Оленина. И с кубами, я успел посмотреть, тоже очень много. Но это два игрока высокого класса. Это факт. Ну, давайте сейчас послушаем, что эти два игрока высокого класса сказали нам перед тем, как начнется основное выяснение отношений между ними. Сергей, раз уж мы сегодня с вами здесь вдвоем в зеленом, не могу не спросить, вы вообще как относитесь к цветовым палитрам? Добрый вечер, Дарья. Мне зеленый цвет очень нравится. Такой вот натуральный, природный цвет. Я люблю природу и зеленый цвет. Статистику считали? В какой майке лучше играете? О, не настолько. Я в приметы не верю. Верю в себя. Хорошо. В контексте матча против Сергея Оленина. Что можете сказать о сопернике? И, что самое главное, о вас в игре с этим соперником? Сергей очень приятный человек. Давно его знаю. Давно с ним играю. Статистику, опять-таки, не помню. Надеюсь, она положительная. С ним приятно играть. Ему не обидно проигрывать. Но, надеюсь, сегодня произойдет первый вариант. Я просто помню вас хорошо перед четвертьфиналом. Вы были вообще супер заряженным. Вы активничали до матча. Вы были супер вовлечены во все процессы. Сейчас вы очень спокойный. Почему? Ну, я бы не сказал, что мое, скажем так, спокойствие, мое отношение как-то меняется. Нет, я чувствую себя примерно так же. Безусловно, сегодня важная игра. Самая важная, наверное, из всех, которые у меня были. И я постараюсь показать себя с наилучшей стороны. Вот, кстати, интересно. Сергей Петухов просто рассказывал, что для него самый важный матч был четвертьфинальный. Потому что ты, когда проходишь четвертьфинал, в любом случае оказываешься в матче за призы. Там уже варьируется либо за первое, либо за третье. Но, тем не менее, вы к этому как относитесь? Полуфинал менее важен, чем четвертьфинал? Здесь вот это довольно частая проблема в больших турнирах, когда какой-то матч перед призовой или перед попаданием призы за кубки. Кажется, ты его выиграл и уже достиг всего. А вот это не всегда так. Как только ты выиграл самый важный матч, следующий матч будет еще важнее, пока ты не выиграешь финал. Чем сегодня обыгрывать Оленина? Зариками, шашками и кубиком. Ну, это логично. Но давайте поподробнее. Куда шашки? Куда кубики? Что делаем вообще? Как Сергея сбить? Сбить, мне кажется, психологически он весьма устойчив. Так же, как и Микайбл в прошлый раз. В прошлый раз тоже говорил, что психологически сбить очень трудно. И мне показалось, что немножко мне это удалось. Но, конечно, не без помощи и удачи. Безусловно, все делаем ошибки. Я делаю ошибки и делаю ошибки. И он, конечно, посмотрим. Будем смотреть стратегию по ходу дела. Сергей, ваше предматчевое обращение можно, глядя в камеру к другому Сергею, к Сергею Оленину. Сергей, желаю тебе удачи в следующий раз. Прекрасно. Спасибо вам огромное. Вам удачи в этот. Спасибо. Хорошо. Мне очень интересно, успела ли Дарья Неревенько переодеться в желтое перед тем, как взять интервью у Сергея Оленина. Ну, сейчас мы посмотрим. Все, перед матчем мы просто про нарды да про нарды. Я никогда не интересовалась, о чем самим нардистам хочется поговорить. Может быть, у вас есть какая-нибудь насущная тема? Хочется отвлечься? Да нет, но наоборот, это нарды, это хобби, оно любимое хобби. И, в принципе, мы и общаемся. А к сегодняшнему матчу отношения как хобби? Ну, мне просто интересно с Сергеем играть. Я не рассматриваю это как полуфинал, как-то это меня не напрягает. Я просто с Сергеем проведу хорошо время. А в чем интерес играть с Ерохиным? Он очень хороший игрок. По-моему, он очень сильный игрок. Ну, вернее, он самый сильный игрок. Из всех, кто представлен в старт Суперлиги? Ну, Миккей, но его еще уже нет. Он все еще с нами, да, но из турнира он выбыл. Я просто к чему? К тому, что интересно, это все равно понятие растяжимое. Нет, но интересно играть с сильным игроком все равно. Здесь у нас как бы мы популяризируем нарды, и, соответственно, здесь лучше играть с сильными игроками. Делается ли из этого вывод, что проиграть Ерохину не стыдно? Не стыдно, совершенно не стыдно. То есть в сегодняшнем матче для вас нет негативного исхода? Ну да, да. У меня нет. Сергей, вы самый спокойный из всех полуфиналистов. Нет, ну, я, скажем так, по анализу, я в архивы залез, посмотрел историю наших матчей. Она есть? Есть, да, да, да. Ну, мы им очень много играли, и понятно, что по уровню игры Сергей лучше, а по количеству побед перевес у меня. А если не секрет, в каких значениях? Ну, наверное, 57 на 43... 53 на 47. Это вы столько матчей сыграли? Нет. А, это в процентном соотношении? В процентном соотношении, да. Хорошо. Я просто пытаюсь найти тонкую нить, да, и тонкую грань между тем, где это соревнование, и тем, где это кайф именно для вас. Потому что что Юрий Акопов, что Сергей Петухов, Сергей Ерохин в любом случае относятся к этому как к большому состязанию. И мы сейчас говорим о призовых местах. Вы же говорите о каком-то развлечении, хобби, что, в принципе, мне кажется прекрасным. Ну, я не знаю, но у меня вот такого вот настроек, как, там, ну, вот такой какой-то решительный последний бой у меня нет. Я просто буду играть, и, ну, понятно, что, да, я буду прилагать усилия, и за меня болеют, и друзья, и родные, и так далее. Буду стараться. Много раз? Да. И с Сергеем мы играли вот последний раз в Пятигорске, он выиграл. Но, может быть, будет наоборот. И, конечно, я с Юрой давно не играл. Хотелось бы... Пора бы уже. Да, да, да. Потом уже играть с Юрой. Тема эта просто много раз поднималась относительно того, что Сергей Ерохин не очень хорошо себя чувствует в стрессовых ситуациях. Но другое дело, что некоторые игроки мы эти ситуации как бы создавали, и я говорю сейчас не про то, что происходит на доске, а про какую-то общую атмосферу. Вы же суперспокойный человек. Мы ни разу не видели никаких психов, истерик за доской, да и за ее пределами. Не кажется ли вам, что это может сыграть на руку Сергею Ерохину? Вот это ваше спокойствие всеобъемлющее? Нет, ну, понятно, что внутри я переживаю, но я просто не показываю, что я переживаю. Это наоборот, как бы, я лью на мельницу соперника, если он увидит, что я переживаю, для чего это нужно. Ну, а выводить из себя как-то, расшатывать Сергея, конечно, я не буду. Можно для зрителя раскрыть тайну. Как понять, что Сергей Ленин нервничает? Что вы делаете? Ну, по внешнему виду меня не скажешь. То есть вы не начинаете там где-нибудь за ушком почесать? Нет, нет, я знаю, да, кто-то вот так вот делает. Это мы знаем даже, кто так делает. Да, да, я не делаю. Ну, и Сергей сейчас он спокойно воспринимает, если он... Если раньше он все-таки как-то показывал, что он нервничает, сейчас он, по-моему, спокойно. В общем, проверим, у кого нервы окажутся крепче. Я вам желаю удачи. Спасибо, Дарья. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, на всякий случай я хочу маленькое уточнение внести по поводу того, о чем говорят нардисты до игры, после игры и уже отправляясь домой, рассаживаясь по машинам. Вы не поверите, они все время говорят о нардах. Я не хочу их сравнивать с теми блондинками, которые вышли из тюрьмы, которые провели 20 лет в одной камере, не наговорившись. Ну, вот иногда нардисты у меня вот именно такие ассоциации возникают, как в том старом анекдоте, да, когда, говорят, вы, говорят, как лесник. А почему, говорит, как лесник? Ну, потому что, говорит, лесники, говорят, в лесу о бабах с бабами о лесе. Вот, нардисты, где бы они ни появлялись, у них все равно все о нардах. Мы помним много партий по этому. Да, 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 да. Ну, давайте статистику посмотрим. Так, ну, давайте побыстрее, чтобы пока не пропала картинка. По пиару уже наши зрители знают. Это качество игры, то есть точные ходы, их соотношение. У Сергея получше, четверочка. У Сергея какого, прошу прощения? Правильно, у Ерохина. Правильно, поправляете, спасибо. Я смотрю налево, поэтому автоматически. У Сергея Оленина чуть-чуть похуже. 6-6, но это все равно все, что в пределах семерки. Я считаю, это очень-очень такая хорошая, средне сбитая игра и выше. По удаче сразу оценим, потому что сегодня это может сказаться. Это, думаю, будет основным. Сергей, да, многократно отстает от минус 16 до плюс 11 у Сергея Оленина. Ну и качество игры 3-49 шашками 5-31. Да, вот тот же перевес 2 балла у Ерохина. Качество кубами. То есть видно, что перевес по качеству игры пользует Сергея Оленина. Скажется ли это сегодня, поможет ли удача Оленина, это будем смотреть. Да, ну что, дорогие друзья, давайте переключаться уже на игровую зону, на студию. Но перед этим я бы хотел привлечь ваше внимание вот к этой замечательной работе, к этой иллюстрации, к этому плакату. Ну не хочу произносить слово «карикатура». Они прямо рядом как раз. Да, 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 это работа, работа, давайте назовем это дружеским шаржем, работа преданной телезрительницы телеканала «Старт» Марии Поляковой, которая вот решила вот таким вот маленьким шедевром сопроводить вторую полуфинальную встречу. Ну, насколько я знаю, она и к первому, и к вашему полуфиналу, Юрий Гранович. Ой, я рад, что она не успела отправить. Я думаю, ни на каких шаржах я не буду выглядеть привлекательным. Тем не менее, у нас пошли удары по доске. 2-1 дебют за желтых, мы знаем, начинаем агрессивно. Ну, в общем, я хочу сказать, что я готов пригласить Марию Полякову к нам сюда на финальную игру, потому что преданных болельщиков надо ценить, уважать и надо отмечать. Категорически с вами соглашусь, Григорий, категорически. Очень тоже приятно, я откликнулся, с удовольствием присылайте, так что я думаю, это всем приятно. Так, 5-2, обе, обе шашки реанимировал Сергей. Ну, у кого лучше? Ну, пока у зеленых чисто по гонке, да, у них всего 2 шашки сзади, у желтых 4. Но вся борьба впереди, тут сейчас как желтый в доме выстроится, в доме у зеленых, посмотрим. Да, вот эта дебютная составляющая каждой партии, ну, я не знаю, насколько она дает нам полную картину того, что может произойти. Я, вот, как говорят шахматисты, наверное, все-таки ближе к Миттельшпилю бы определял. А я попробую в дебюте сразу сказать. Дебют – это одна из самых важных, наверное, самая важная. Ну, если 6-6 приходит, то почему бы нет? 6-6 всегда хорошо, да, если только мы не сбиты. Если только мы не сбиты. Так вот, дебют – это важнейшая часть игры, и есть конкретные критерии, которых надо придерживаться при определении, как сходить при любом броске. Вот знание дебютных стратегий, дебютных критериев существенно позволяет получать уже к Миттельшпилю более-менее приличные позиции, структуры, в которых дальше играть гораздо легче. Сейчас дебют в разгаре. Да, вот как он сейчас? Вот так, ровно так, да. Вот так вот. Взяли два важных поля, два барпойнта, как говорится, на своей и на чужой стороне. Да, два седьмых пункта. Так, ну, сейчас зеленым желательно было бы взять пятый пункт в доме желтых или ударить. Вон по той одиночной шашечке, которая в 14-м поле. Ну, ни шестерка, ни единицы не пришла. Вообще очень нескладный бросок. 13-8 смотрится. Я как бы пока ничего не вижу другого. Просто спустить шашку, да. Все остальное несмотребельно и некрасиво. 5-2 тоже не самый хороший бросок. Ну, это вот такие вот корявые броски, вот эти 5-2-4-3. Да, ну, вот когда у нас есть барпойнт, можно разгружать. Да-да-да, вот этот пункт, middle point мы его называем, да, средний, который перевалочная такая база между 24-м и первым полем, он очень важен. Подстраховочная зона такая. Да, но вот если мы уже взяли барпойнт, его можно разгружать, тем более мы взяли важное поле 11-е, я сейчас говорю за желтых, против пятого поля, который еще не взятый. Решил пробить. Важный бросок, удар. Ну, удар здесь ответный. Да, мог не быть, а вот очень важно было попасть. Очень важная пятерка. 5-4-4-4 или 6-2, надо что-то выбирать. Ну, пробивать в доме, да, 6-2. Ну, не очевидный ход. Я бы, наверное, сыграл помягче, 8-4. Так, 2-1, ну, это мы бьем. А может, нет, наверное, бьем. Что-нибудь шашку назад. Пока желтый сзади, надо компенсировать отставание в гонке, сбивая шашки зеленых в гонке. Ну, и 4, очень неплохой ход. И 6-5, да, тут очевидное решение. На самом деле, еще дебют продолжается, я бы так сказал, дебютные стратегии. Они актуальны еще сейчас. Вот теперь не удалось бить, у зеленых есть шанс взять свое пятое поле. Это зависит от того, что они кинули троечку или единичку. Они кинули троечки, даже две троечки. Одной не хватает. Одной не хватает. Что-то где-то как-то придется. Но пятый пункт нельзя не взять. Нельзя не взять, это точно. Ну, или все с восьмого пункта в пятый переносить и переигрывать оттуда на двое. Тринадцатое поле можно спустить две, но нет хорошей. Лучше восьмой, да. Ну, вот этот вариант, я об этом и говорил, да. 6-2. Значит, вот якорь, то, что мы называем взятый пункт с двумя оппонента. 6-2 или 6-1, прошу прощения? 6-1. По-моему, 1, да. Да, вот этот якорь, который желтый, Сергей Оленин держит. Тяжело будет, Сергей, Сергей, да? Будем говорить через фамилию, что мне, я думаю, не обидятся наши игроки. Нет, все, обижаться-то. Это же их фамилия. Очень хороший, 6-4. Вот этот якорь, который в доме зеленых Сергея Оленина в третьем поле, он очень, так скажем, консолидирующий позицию. То есть он всегда, это местечко, куда можно зарядить шашку, если она сбита. Вот как сейчас. Но надо, тем не менее, дождаться этой тройкой. А Сергею Ерохину сейчас очень важно время, пока будут танцевать, чтобы танцы закончились, зарядились. Они, да, могли бы убежать зелеными. Будет бить? Нет, во-первых, нет, там ничем бить, с восьмого поля не имеет смысла. Либо во второе, хоть что-то построить в доме. Чем-то было бить, но просто... С восьмого поля, но это его разрушить. Ну да. Необоснованно. Это часть прайма, маленького, но прайма. Шесть, семь, восемь. Это такой трехпойнтовый прайма желтый. И в одиннадцатом поле. В итоге зеленые могут выйти только пятерками и четверками оттуда. Тоже не самый плохой, не самый хороший, но не самый плохой. Я думаю, одиннадцать восемь в доме. Ну, там во дворе у желтых. И второй пункт взять. Программка говорит, немножко другой ход лучше. Вот этот, нет, не этот. Не этот. Надо за четвертое поле побороться. Идея правильная. Взять с седьмого поля, но положить не в третий, а в четвертый. Вот сюда, да. И шесть-два. Вот это лучший ход, потому что... Потому что мы уже... Ну, нашел его. Напоминаю, что поля в доме лучше брать, как говорится, от шестого к первому. В таком направлении, в таком порядке. Очень хороший был просок у зеленых. Закрепились. Каждый взятый пункт снаружи дома тоже важен. Это промежуточная стоянка. Это поле, с которого можно бить приближающие шашки оппонента. Любое поле на доске важно в коротких нардах. Так, ушло движение. Мне сейчас неплохо бы 9 или 10 в желтом. Об этом сейчас думает Сергей Ленин. Кидает. Это не 9 и не 10. Надо выходить. Или не надо. Я бы выходил. Хотя это зеленый цвет. Ну да, но там подставляться под два камня. Он, наверное, посильнее. Поскольку там есть еще третья шашка рабочая у желтых. Вот на барпойнте. Ею можно попытаться закрыть в доме третье поле. То есть еще есть там, как говорится, полхода ход. Хороший дабл, интересный. Его здесь нет, очевидно. Вот, поскольку это чистый холдинг-гейм. Уже то, что мы называем противостояние, возможно, еще масса-масса контактов. Это передали оружие оппоненту. Но, тем не менее. Небольшая, но ошибочка. А что вы сейчас... Ну, 6-4. Какую шашку прятать? 13-ю или 12-ю поле? А, это ход Ерохина сейчас. Да. Да, да. Очевидно, мы тот поле, пятый пункт в доме желтых, не трогаем. Если сыграть с 13-го, то нет четвертым. Видимо, до конца, да. Другого хода просто нет. 6-1. Вот сейчас уже, наверное, можно выйти и зайти в дом одной шашечкой. Потому что когда-то выходить мы должны, это лучше редакция. Потому что мы следующим броском просто можем не бросить ни 5, ни 6. Не надо бояться. Вот надо легче, как говорится, с легким ощущением делать такие ходы. Да, не надо бояться. Потому что зеленые не фавориты. Не фаворит ударит. Если сейчас его не убил. Да. Вот это и есть. Оно тут, как я всегда напоминаю всем нашим зрителям. Оно четко меряется. А какие шансы, что нас убьют? 50 на 50? Никогда. Всегда фаворит, если только с одного поля мы бьем. Фавориты те, кто боится, что их собьют. Чаще будут не бить. 30% или чуть больше на то, что зеленые могли удариться. Так, одна шашка продвинулась в желтых. Вопрос, может она сейчас куда-то приземлиться. Вот не получается. Так, ой-ой-ой. Это похоже на то, что надо дать прямой удар. Придется еще раз ее. А, это у зеленых. Нет, нет. У желтых, для желтых это очень простой. Был бы бросок плохой 4-2. 2-1 хороший. Приземлились на 11 поле. Нет открытых шашек. И вот у зеленых истекает запас. Тот случай, когда тут неплохо быть чуть-чуть сзади. Это означает, что мы точно с якорем стоим. И встречаем приближающиеся по одной или по две шашки зеленых. Никуда не денутся они. Будут приближаться по одной, если только не бросят дупль. Ну вот 5-4. Сейчас, думает Сергей, выйти обеими шашками, либо одной побежать. В доме ходов нет. Не факт. В таких случаях очень часто бывает выход двумя. Потому что потом можно следующим ходом не выйти той шашкой. Кинуть меньше 6 очков и еще раз подвергнуться атаке. И лучше, чтобы нас били вне дома, чем в доме. Поэтому и программка показывает чуть точнее выйти обеими шашками. Сергей эти приемы знает. Это ходит. Ну вот теперь уже чистый лак. 1-2. Вот тут уже больше 50%. Но тоже нет удара. Очень обидный промах. Но еще у зеленых, как говорится, проблем не закончить. Эти две шашки надо каким-то образом увести из-под удара. Кинуть больше двойки. Чтобы бросок сейчас был, чтобы обе шашки могли пройти за спину. Но тут они окажутся под обстрелом. Желательно кинуть соседние номера. Это единичку. Ну да, то есть мы спаслись от прямого, как говорится, шанса. Четвертки на двойку. Других нет, да. А вот сейчас желтым желательно сыграть только в районе дома своего. Небольшой бросок. Да, первый пункт. Не надо сейчас разгружать 11. Это давление. Надо брать первый пункт. Первый пункт, конечно. Именно потому, что нельзя забирать с 11 эти шашки, которые давят на две зеленых, чтобы он не мог спокойненько их по одной двигать. Чтобы оказались под ударом. А если пойдет двумя, то мы встречаем на этой стороне доски. Очень интересная позиция. Вот тот самый туполь. До конца другого нет, потому что шашки с седьмого поля нельзя завести в дом. И это ведь Оленин говорил, что невезучие. Матч, так скажем, двухчасовой только начался. А еще есть нехорошие четверки у Сергея. Вот первая четверка хорошая появилась в доме из 5 в 1. Потому что с четверками зайти в дом нельзя. Тем временем Сергей Оленин подготовил полностью дом. Вот видите, четверка нехорошая. И это удар. Прямой, как мы говорим, дают директ шот. Прямой удар сейчас будут. Где-то надо будет найти. Ну, один ход, наверное. 5-1 и подставится в седьмом поле. Других вариантов безопасных есть. Но гораздо хуже, поскольку это все внутренние поля. Подставлять надо. Приготовимся. Да, Сергей Оленин говорит, приготовимся. Кидать четверку. Ну, вот тот самый преждевременный куб. Вот в этой позиции, когда уже... Ну, может, был бы поздний. Есть четверка. Сразу легла предательски. Вот. Ну, а дальше... Вот в этой позиции куб зеленых был бы уже уничтожающий. Дальше надо Ерохину принести. Аккуратно прийти в дом. Контролируем в таких случаях что, дорогие телезрители? Крупные дупли. Чтобы броски 6-6, 5-5 не привели к ситуации, что мы входим в дом и выбрасываем одну шашку и открываемся. Больше ничего контролировать не надо. Только крупные дупли. Что сейчас Сергей Оленин и делаем? Вот 6-6 неудачный. Если был бы. Вот теперь хорошо. Внешней стороной, как говорят, с тыльной стороны кисти Сергей Оленин предпочитает бить по часам. Обратите внимание, сейчас шашка в руках ладошкой. А вот без шашек очень часто бьет интересно. С средним пальцем внешней стороны. Ну, посмотрим, какие броски. Пока аккуратные. Смотрится на 2 очка в пользу Сергея Оленина. Аккуратно разгружаем с конца. Контролируем счет последних шашек. Их 4. Быстрее. Нет проблем с теоретически маленькими шансами. Куба 4. Редабл пасс. 2-0. Желтый цвет в лице, который защищает сегодня Сергей Оленин. Впереди. Что-то как там троечка мелького. Рановато. Пока 2. Не, ну зацепил просто. Понятно. Я люблю по одному листочку переворачивать, так скажем, смаковать. Понимать, насколько ценна каждая очечка. Да. Так, ну что. Посмотрим. Еще пока рано волноваться, не волноваться. Это даже еще не разгар. Это еще только вход, как говорится, в холодную воду. Так, они издеваются над нами. Ход в холодную воду. Четверка. Единичка. Такой же дебют. 6-5 в доме. А интересно избрал вариант Сергей, тем более проигрывая в счете. Могу сказать сразу, увидев этот ход, что у Сергея какие-то точно есть заготовки на этот матч. Определенно надо было бы сыграть 6-5, отставая по счете больше Марса. Он сыграл 6-5. Я тебе говорю, ход с 6-5. Я понял, подлил. Так, 5-5, раз, 3, строим дома, 13-8, единственный форсированных. Вот сейчас очень важно зеленым зарядиться, может последовать дабл. 6-1, закрылись. Да, может последовать дабл. Мгновенно последовал. Да, это дабл тейк. Принял. Да, если бы шашка зеленых стояла бы вне дома, вне дома, на подходе, тогда это, как правило, паспорт, потому что ее тоже будут беспощадно бить, и этот убьют, но есть обратный удар. Джокер. Джокер. Дальше либо до конца. Я думаю, до конца. Тут брать третье поле так глубоко пока не стоит. Я бы играл до конца. Потихонечку приближался, так скажем, компактной группой всех своих шашек, которые на доске в сторону дома своего. Надо играть. Вот этот ход мне не нравится. Не потому что голый шашек. Во-первых, надо еще все-таки потом постараться взять восьмое поле, которое сейчас масло. Мне не нравится. Но Сергею виднее, как говорится, его сейчас план на игру. И хочет он прощаться с Якорем. Смысл в этом. С Якорем в пятом поле дома зеленых. Пока еще нет сильной позиции, он хочет быть готов к любым ударам со стороны. Ну, то, что я говорил. Восьмое поле не удается взять заново. Видите? Да, вижу. Ну и какой выбор теперь? А выбор небольшой. План Б. Выбор небольшой. Хотя бы взять одиннадцатый пункт и минимизировать удар и зайти в дом. Все остальные шестерки просто ужасны. Ну да. Закрыть двойку. И спустить шашку в дом во второе поле. Да, да. Просто остальных шестерок нет. И это очень такая нескладная позиция. Для такого сценария, конечно же, пятое поле в доме желтых, оно очень полезно. То есть, если у нас зеленых. Так, это очень откровенная игра. Опа. Это просто вызов. Она хорошая. Это план на игру. Обравдалось. 6-3. Протанцевал Сергей Ленин. Да. Очень хороший куб. Очень хороший куб. Вот это поторопился Сергей. Здесь очень сильная атака на марс. Я этот ход даже не успел рассмотреть. Этот 6-3 лучше. Но здесь надо понять. Либо брать пятый пункт. Я думаю, нельзя давать удары. Надо брать четвертый. Это не обсуждается. И шестерка, соответственно, также 13-7. Еще проблем особо сильные не начались у желтых. Но только нельзя кидать так, чтобы танцевали. Надо обязательно заряжать шашку. Вот над этим и думает сейчас Ерохин. Потому что вариант... Нет, сейчас что надо кидать, нельзя танцевать. А у Ерохина варианты, да, либо взять пятое поле. Да, тут вариантов тьма. Либо взять четвертое. Я бы тоже вот этот ход сразу... Не стоит этот чрезмерной агрессии. Хочет радикально сразу решить. Ну вот. Ну он воспользовался тем, что у желтых голая шашечка в доме. Видите? Может быть, это скажется. То есть борьба сейчас будет на взаимных ударах, возможно. Либо все погасится на корню. Если желтые бросят, закрепятся в пятом поле зеленых, позиция станет статичной. Но куб будет у Сергея Ленина. Очень интересная партия. Вот эта партия может большими шансами оказаться очень интересной. Важный удар. Бросок сейчас. Ой-ой-ой. Есть удар. Еще второе поле берем. Мне сейчас любое поле важно взять. Потому что каждое поле в доме существенно снижает шансы на то, что игрок зарядится. Кстати, дам еще одну маленькую справочку. Периодически у меня такой идет. Маленькие уроки за моим комментаторским креслом. Как быстренько понять, насколько велики шансы того, что оппонент протанцует? Очень простая формула. Сколько пунктов вы держите в доме? Мы же видим сейчас зеленый. Сколько держит пунктов? Четыре. Возведите эту величину в квадрат. Шестнадцать. Вот ровно столько бросков. Шестнадцать. Остается двадцать. Вот двадцатью бросками желтые могут зарядиться. Либо шестнадцатью танцуют. Запомните эту форму. Количество пунктов в озвоне в квадрат. И оставшиеся броски это хорошие броски для оппонента, чтобы зарядиться. Поэтому чем больше мы взяли пунктов, то квадратично возрастает шанс, что оппонент протанцует. Поэтому каждый пункт важен в доме. Но мы возвращаемся. Тем временем партия перестает быть очень интересной. Сергей Олег не может зарядиться. Уже две шашки на борту. Зеленые поставили. Мы уже знаем билдеры, да, термин. Четыре билдера. Неудачно опять. Чтобы взять пятое поле. Оно крайне важно. Есть взятие пятого поля. И тут марса по четыре смотрится. Очень много марсов. Хотя и эта партия, мы знаем, на арте уже много видели примеров, не исключена победа желтых. Но шансы не очень большие. Сейчас что хорошо для желтых? Не заряжаться. Потому что зарядившись, им придется двигаться с шашками, которые на доске в сторону дома. Сделать дом и сломать его благополучно. Поскольку время достаточно у зеленых. Вот видите, нет выхода. Сейчас надо танцевать желтым. Не получается. Вот сейчас начнется движение шашек в сторону дома. У зеленых не очень много времени, но есть. И за это время, пока они будут двигаться к своему дому, желтые будут двигаться к своему. Теперь задача у желтых кидать как можно маленькие значения. Чтобы притормозить. Это неплохо. 13-7 И у зеленых задача кидать как можно меньше. Только не под 5, конечно. Вот желтые здесь при таком 5-5 зеленых успевают сохранить дом. Сейчас откроются шансы уже кидать шестерки. Подтягивать еще шашки желтым в игру в сторону дома. Но может быть партия по-прежнему станет интересной. Мы сейчас не говорим о броске 6-1. Говорим о том, что будет на выбросе. 6-2 Да Еще одну шашку живую подтягиваем. А зеленые уже есть плохие броски. 6-5, но их не было. Ой, 6-5, говорят. Шашка же еще не в доме. Да, 2-1. Наверное, так. Либо с шестого поля интересный ход 2 шашки. Очень интересный ход показывает компьютер. Это хороший прием, который я сейчас даже не успел. За доской его можно увидеть. Разгружать 5-е поле. Против первого поля, когда стоит у нас оппонент в доме в первом поле, это не панацея, но очень сильное тактическое решение разгрузить 5-й пункт. Тогда всех пятерок мы в пятерки никогда не играем. Очень удобно. Ну, а теперь как? Теперь, наверное, в 5-е поле поставить надо. Чтобы опять был чет. Чет. 2-4. Чем быстрее мы будем разгружать шестое поле, потом пятое, тем лучше. Вспоминаем правила. Нету пункта, нет проблем. Ну, что же, сейчас все без 6-5, здорово. 4-3. Разгружаем. Зеленый брусик даже, да. Разгружаем. Нету пункта, нет проблем. Теперь остается, стоит задачка разгрузить 5-й пункт. Ну, и у желтых сейчас пока одна задача. Как минимум, задача минимум удрать от Марса. Поскольку очень много шашек и без подбоя теоретически можно удрать. Нехорошие. Нехорошие четверки, там мало шашек, всего 3. Четверка вот как раз единственная, последняя запасная шашка. Тройка, наверное, я бы выбрасывал. Во-первых, к Марсам поближе, а иначе сзади будет 3-2. То есть нечто-то такое, да. Это лучший ход, очевидно. Так, желтый более-менее, но не полностью. Нет пятого пункта. Быстрее пятый пункт. Это хорошо для побега от Марса. Одну шашку обязательно кладем в пятый пункт, что сейчас Оленина делает. Неплохо стоят желтые в ожидании удара. Зеленым надо сейчас поднаторить с удачей. Это тот самый случай. Тот самый случай. Очень хорошие 2-2. Теперь, если все поставить на четвертое поле, то будут очень плохие тройки. Вот тот самый случай, когда мы при стартовой ситуации разгружаем пятое поле, а когда нет шестого от пятого, надо разгружать четвертое. То есть надо убирать те номера, которые ходят с последнего поля. То есть четвертое. Надо разгружать четвертое поле. Если понятно, не знаю. Стараюсь, чтобы было понятно комментировать. Мне не нравится этот ход. Сейчас 6-3, 5-3, 4-3. Да и 2-3. По сути, все тройки, кроме 3-3 и 3-1, наказуемы. 2-1 шикарно. Пока удачка заступается. А взади нечет. Взади нечет. Но Сергей идет за Марсом. Теперь дупли нехорошие. Ну, понятно, чем обоснован. Но мне кажется, что стоит играть поаккуратнее, потому что Марсов и так очень много. Опять проблема с тройками. Опять их осталось без запаса. Только две. Так. Вот сейчас думают, надо ли брать. Все-таки потерпеть. Потому что тройки нельзя давать 4-3. Желательно, чтобы внутренний шашка открылась, если тройка придет. Опять суперджокер. Да, выдавливаем. И две выбрасываем. Единицы будут плохие. Но иначе надо уже заботиться о Марсах. Тут не надо бояться еще. Во-первых, желтым надо встать в тройку. Ответственный момент. 4-1. Вот тот самый случай. Все-таки открылись. Ну, как играть? 4-3, наверное, другого нет. Не открывать же изнутри голые шашки. Только ближе к концу. Поэтому 4-3. Напомню, в прошлой партии Сергея Ленину удалось бросить четверку. Помните удар обратный сделать? Ну, когда открылась шашка. Будет ли сейчас тройка? Да. А вот теперь много непонятного. У зеленого по-прежнему фавориты. Но теоретически мог быть подбит еще одна шашка. Тяжело ее там найти. Очень вовремя. Ну, единиц нет хороших у зеленых. Если сейчас что-то будет с единицей, не бить нельзя. Ну, вот это мне не нравится. Надо потянуть материал было туда, чтобы атаковать эту шашку. И в конце надо еще постоять было. Там типа 2-1 какие-то броски. Это Ленин бросил 2-4? Да, вот это мне больше нравится. Два. Вот, видите, о чем я говорю? Зарядились и тройка. А шашки нету там внутри. Правда, сейчас с бара можно сбить. Очень интересная партия. Все-таки партия оказалась интересной. Нельзя удваивать, пока ему не ударили. Потому что зеленые фавориты по-прежнему. Я имею в виду, если будет промах. Ну, таки не мажет Сергей. Ой-ой-ой. Да, ну, это уже редабл пас при любом броске. Даже при ударе. Даже при ударе здесь редабл. Да. Расстроился Сергей, безусловно. Он стоял на Марс на 8 очков. При этом проиграл 4. Разница в 12. В таких случаях говорим. Так, и увеличивается разрыв 6. 6-0. Сергей Оленин. Я даже не знаю, что сказать, Юрий Гранович. А что можно? Я только наблюдать. Я вот этим и занимался. Я вот все искал лазейку, когда же вступить в ваш монолог. И так и не смог ее найти. Вот хорошо они закончили партию. Очень много было тактических, интересных идей, которые стоило подсказать телезрителям. Ну, вот мне не понравился ход 1-1, который сыграл Сергей. Может быть, он, как говорится, и привел к этой ошибке. Стоило разгрузить третий пункт, а не перекладывать все с четвертого. Когда был 1-1, пятый. Не с пятого в четвертый перегружать, а разгрузить четвертый пункт. Но мы этого уже не узнаем. Давайте смотреть на партию. Очень хороший. Перевес в дебюте у зеленых. Очень близко удвоение. Если мы сейчас побьем там... Ой, еще усиление позиции. Теперь 8-7 и 6-5. Так, 5-3. Побег, наверное. Побег. Если удастся проскочить мимо удара, то играть против двух задних шашек зеленых. Но все равно перевес хороший. Несмотря на то, что продуплицированы, как мы говорим, четверки. Продуплицированы. Но есть очень много бросков, после которых позиция, как говорится, радикально будет сильнее. И мы прозеваем этот дабл сейчас. Тем более при счете 0-6 и с учетом еще нашего формата игры уже надо быть как минимум поагрессивным. Это тейк, поскольку дубликация. Но какой план на игру у Сергея? Я не буду раскрывать секреты каждого из участников, которые играют и которые уже выбыли. У каждого свои заготовки. Не буду озвучивать никаких. Просто подождем, посмотрим решение Сергея. Тейк пишет. Похоже, готов сдаться. Сергей Ленин говорит, ну тейк же. Очевидно, что тейк, но не хочет отпускать преимущество в 6 очков. Заблся, если тейк. Да, это дабл-то такой. Нет, дабл-то, правильно, подсчетно. Обменялись отношением к этому кубу. Оба были правы в своих рассуждениях. А мы смотрим третью партию. Ну что же, и Ерохин набрал первые очко в копилочку. 1-6 или 6-1. Пока начинает Ерохин. 4-1. Опять не агрессивно. Не спускает в доме 6-5. Вот это я не понимаю. Вот такую спокойную тактику. Да, первый тайм. Но в любом случае это очень хороший активный ход. Ну, угадал, получается. Ну, если об этом, хотя я не люблю об этом говорить. Пятый пункт бы не брали. А четвертый так и так берется. Там взяли седьмой тем временем желтый. Якорь не получается сделать. Просто двигаем двоечку. Спускаем пятерочку. Двоечку издалека. Ответственный бросок. Сейчас это в рамках развития дебюта. 6-2. Атакуем и спускаем. Да, это классический план на игру в дебюте. Проатаковать, выдавить нельзя. Идет борьба за ключевые поля. Пятое, четвертое, седьмое. Вот в данном случае за четвертое поле. Зеленые вступили. Желтые ударили. Зеленые снова ударили. И желтые снова ударили. Борьба за четвертое поле продолжается. Ну, и в доме зеленых борьба за пятое открывается. Это Джокерочек. С темпом берем четвертое поле в доме желтых. Вот такой ход. Интересный. Да, поскольку мы потом можем взять. И здесь разрозненные шашки. Очень хороший ход. Тогда 13-11. Там не надо ничего брать. А, там две двойки было сыграно. Я думал, еще одну надо сыграть. Я бы сыграл еще одну 13-11. Неудачный бросок тем, что не удалось взять ни одного якоря. А удачный тем, что ни одна шашка не осталась на баре. Опять ответственный бросок за зеленых. Нехороший. Видимо, надо пробить. Пробить обе. Хороший ход. Мы это называем, такой термин, специфический для удара двух шашек. Не подряд одной, а двумя по двум. Это дабл тайгер. Такой, как бы, двойной удары тигра. 3-3. Это кто? А, 4-3. Я уже думал, зарядились через 3-3. Ну и поле. Взяли поле, да. Более-менее стабилизировалось. Почти дебют закончился. Пока желтые не взяли продвинутые якоры. Еще нельзя сказать, что он закончился. Вот теперь взяли. Ну и выйти задней шашкой. Да, здесь других шестерок нет. Обратите внимание, у обоих соперников в 13-м поле в миддлпойнте по 3 шашки. Это классическая, так скажем, тактическая линия. Именно по тому, чтобы поддерживать в 13-м поле настолько долго, насколько это возможно, 3 шашки. Потому что если придется бить с этого поля, чтобы этот пункт не разломался. Мы будем бить третью шашку, и по-прежнему пункт будет сохранен. Хороший 5-1. Опять борьба у желтых за усиление своего дома. Не увенчивается пока успехом. Зеленые бьют и бегут. Единственный хороший, меняемый ход. Он сам по себе хорош, полезный. У желтых хотел сказать перевес всем якорем. Но перевес пятого якоря в доме зеленых над четвертым полем в доме желтых. Это очень незначительно, микроскопическое. Известный мастер игры, автор книги Нарды. Американский игросмейстер и, как мы называем, мэтр на полмагрилл. Чемпион мира 78-го года, если мне память не изменяет, думаю, что не изменяет. Говорил, очень многие недооценивают силу четвертого пункта. Я с ним давно согласился. Не боюсь стоять в четвертом пункте. Даже выбирая между пятым и четвертым, лишний раз задумаюсь, может быть, четвертый даже лучше. Тем временем зеленые начали, как говорится, потихонечку. Ледостав пошел, да? Или как это, когда лед двигается? Выходить из дома желтых сюда. Поскольку они впереди погонки. До конца стоять там не имеет смысла. Рано или поздно якорь разгружать надо. Вот в этот момент и Сергей это определился, и Ерохин сделал. 4-6 хорошо. Продолжаем бег. Желтым срочно строить дом. 5-3 шикарно. С ударом. Строим дом. Причем праймик уже такой, обратите внимание, из четырех пунктов получился. С пятого по восьмой. Это уже нехорошее. Еще в дебюте совет, дорогие друзья. Всегда контролируйте из шестерки. Самый не очень таки номер, который всегда тяжело найти на доске. Вот как сейчас. Видите, где-то что-то открывается. Желательно, чтобы шестерка была либо с ударом, либо вставала на свои поля. Хороший 3-3, но сейчас бы желтые все отдали, чтобы подбить вот эту шашку. Но в любом случае хорошо. А, они же бьют. О чем я говорю? Конечно же. Раз, два. Я что-то смотрю на пятый поле. 3-4. Хороший ход. Казалось бы, многие сейчас новички в эту игру не трогали бы седьмой пункт. Считая, что какая хорошая стенка. Вспоминаем правило. Каждый пункт в доме существенно сокращает шансы оппонента зарядиться. Поэтому это очень сильный ход. И седьмого в четвертый. Берем четвертый пункт. Оттесняют тем временем желтые. Зеленых. Зеленых снова сейчас проблемы над якором или над побегом. 3-2. Спасаем шашечку. Тут можно задуматься. 13-8. Тоже неплохой ход. Там нет материалов. Мы не боимся быть... Кстати, точно 13-8 хороший ход. Потому что... Я бы 13-8 даже пошел. Вот там не надо отдавать ту шашку с темпом, чтобы зеленые убегали. Там материал нужен на отрезке с восьмого поля и дальше в сторону дома. А одиночная шашка, которую Сергей Ленин взял в барпойнте, она вообще не страшна. Чем бить зеленым? Чем бы они не били, они разломали бы какой-то пункт. Тем более якорь в пятом поле желтым везет. Так, интересная партия тоже. Позиционная, очень сильная. Тут надо искать решение. Здесь очень важны ходы шашлы. 1-2. Ну что же. Зеленый снова взяли якорек. В третьем поле уже оттеснились. Оттеснились желтых. Но борьба продолжается. В любом случае это якорь. А Ленин отстает. Хорошо это или плохо? Ну, в общем смысле плохо. Всегда лучше быть впереди. Просто значение гонки это важнейший критерий для определения тактики на оставшуюся часть игры. На определение в какую игру, в какую структуру. Дальше я буду, хочу переместиться. Много обратных ударов. С пятеркой, с единицей. 5-2, 5-3, 5-4. И 1-2, 1-3, 1-4. Это 12 ударов. Считайте, что мы сейчас подставили прямой удар на самом деле. Трансиль. Очень полезный 2-1. Очень полезный. И сейчас очень важный бросок. Еще один. Суперский бросок. Все три выходят. Все три выходят. Погонки уже сейчас Оленин. А, 5-4. Я прошу прощения. Почему-то я не разведил. Мне показалось 5-5. Я поэтому говорю, все три выходят. Так единственная четверка. Понятно. 6-2 мимо. Та задняя шашка. Одиночный не может начать движение. Прячем все здесь. Да. Другого нет. Но сейчас желтые могут даже уже и выйти навстречу. А сколько они теперь опережают наверняка. Хотя нет. Я вот сейчас смотрю. 140 на 136. Может быть даже не торопиться выходить. Я крым. Но вот это вот. Такой prime из 5. Prime из 5 с дырочкой, как мы говорим. Против третьего поля. Это большой перевес желтых. Большой. Компьютер показывает, что может быть даже можно было удваивать. Но здесь не та ситуация. Мы сейчас понимаем, что ребята играют не просто в счет, в счет. Как сыграть наилучшим образом. В этих плей-офф. Я уже, как говорится, прошел на один больше, чем играющие люди. Чуть-чуть больше могу сказать. Важнейшими критериями являются или показателями в любой момент времени противостояния два параметра. Счет на табло и количество оставшегося времени. Вот это два ключевых параметра, которые определяют, какой ход надо сделать. А ход мы можем сделать либо кубом, либо шашкой. Вот на оба этих решения влияют счет и время. В текущем формате. Формат очень интересный, необычный. Я думаю, нашим зрителям это нравится. Иногда игра может быть не такая, как если бы был другой формат. Но в том формате, в котором есть игра, становится по-своему достаточно сложной. Могу сказать, определенно, она сложнее, чем обычная игра на счет. Я имею в виду формат на ограниченное время. Так. Что по гонке? Это сейчас ключевое. 119-113. Бросок был Сергея Ерохина, по-моему, да? Нет желтых. Нет желтых. И они, будучи впереди, сейчас что-то где-то надо открывать. Якорь держим до конца. Пятое поле – это всегда ожидание дупля. 4-4, 5-5, 6-6. Тайминга или времени достаточно, чтобы, как ни странно, увидеть такой бросок. Не слишком много, но достаточно. Могут принести, как говорят некоторые, или бросить такое значение игральных костей. Зеленым очень хочется взять третье поле, чтобы дом был максимально сильный, 5-пойнтовый. Так, ну здесь безопасная игра есть, да, до конца. Наверное, так. Пока не стоит раньше времени распорягать этот якорь. А и зеленым-то тяжело сейчас пойти. Если как только они тронут шашки в 14-м поле, вот как сейчас, они попадут в зону обстрела. Нехороший 3-1. Неужели четвертое поле надо разгружать? Другого я пока ничего не вижу. Переместить две шашки в третье и в первое. И по-прежнему иметь пока 4-пойнтовый дом, поскольку четвертое поле останется незанятым. Сергей решил не делать этого. Рисковое решение сейчас может оторваться на удвоение. Но Сергей Оленин дорожит счетом. Это удвоение было бы. Решил играть понадежнее. Я одобряю такую политику. Многие зрители уже могли заметить. Так, 6-1 удачно в любом случае. Надо дуплицировать двойки. Не-не-не, мне вот это не нравится. С другой стороны, идея понятна. Если будет обратный удар зелеными, то и желтый сохраняет обратный удар через шестерку. Но я бы минимизировал количество ударов сыграл. А, тройки тоже дуплицированы, кстати. Поэтому Сергей был прав, Оленин. 5-2. Ну что, выходим? По-прежнему шашка в одиннадцатом поле здесь желтая. Она стоит очень хорошо. Она продуплицирована. А там уже шестерки бьют, видите? Не очень. 2-6-3-6. 2-2 по сумме. Так, а вот где найти еще три двойки? Опять под зону обстрела. Придется. Дом нельзя разрушать. Это единственный залог на успех. Да, тяжело решиться, но это точный ход. Все равно у зеленых есть ягарь. Они надеются сейчас желтые промахнутся. И напрасно надеются. Опять пропускает куб. Но мы это не считаем ошибкой в этом матче. Поскольку там все-таки еще много работы с желтым по входу в дом. И даже сейчас не показывают, когда уже существенный перевес. Гасит время. Гарантирует перевес по счету. Тут очень много сложных вопросов, которые я точных ответов, скажем так. Или не знаю, или не буду говорить. Но пока все хорошо у желтых, потому что они подходят к дому при танцующей шашке зеленых. И по-прежнему танцуют. И даже сейчас, я думаю, Сергей не будет объявлять. Контролирует счет. 6-3. Это очень складно. Взяли второй пункт. Теперь понятно, что будет дабл пасс. И поэтому Сергей играет на тайминг. На тайминг. Это его право. Это как в футболе перепасовка. Команды, которые ведет в счете. Перепасовка на своей территории. Так же принято, по-моему, считается нормой. Пасуем. По-моему, нет. Сергей решил сыграть поблагородней. Я подумал, что уже тактика началась. Да. Нет. Сергей Леонид пока решил не включать тактику. Это рановато. Началась-то. А зачем? Зачем? Я знаю. А какая разница, я так скажу, первый тайм или второй? Справа налево отрезок времени в любом случае уменьшается. Поэтому можно было бы и включить тактику. Но это решение любого из этих игроков. Посмотрим, что будет дальше. 7-1. Да, хороший там, наверное. Интересный матч. Несмотря на счет. Кстати, ну сценария регулярного этапа мы уже точно не видим. Что Сергей Ерохин повел крупно. Пока мы видим только обратную ситуацию. Посмотрим, будет ли камбэк. Уже можно говорить о камбэке. 6-0 было похоже на 8-0. Но все равно... Пока в пользу Оленина 7-1. То есть перевесно идет начало матча. Посмотрим, что будет дальше. Так, 6-1 из классического репертуара. Спускаем, сплетуем. 5-5 хорошо. Удар в первое поле. И побег последней шашкой. То есть мы пол хода решаем точно. Тут простой ход. Это очевидно. Сергей найдет быстро. И побег. Третье поле нам сейчас не нужно совершенно. Восьмое поле очень хорошо. Тем более здесь шашка еще неизвестна. Когда мы бросим 5 или 6. Прямо сейчас отсюда убегаем. Как говорит мой коллега-комментатор Микаэл Варданян. Прямо сейчас и прямо здесь. 5-2. 5-2 можно четвертое поле брать. Как четвертое? Надо закрепиться во втором. Сергей Ерохин бросил. У нас сбитый шашка. Обязательно закрепляемся во втором поле. Уже стоим подальше. Поскольку мы отстаем. Значит нам нужна больше территория контакта. Ни в коем случае не в пятом поле. Я подумал, что... Желтый, да? Нет, желтый шикарно. Берем четвертое поле. Вы были бы правы. Естественно, никакие одиночные шашки в пятом поле нельзя ставить. Там 4 билдера очень мощная атака. Да, это очевидное решение. Желтым сейчас много билдеров. Взять седьмое, пятое или четвертое. Берем пятый. 6-1 очень хорошо. Очень классно. И по-прежнему у нас билдер в девятом поле. Там еще одно небольшое тактическое правило. Лучший билдер, где всегда лучше располагать, в девятом поле. Это самые выгодные позиции для билдера. Этот пункт, если удастся взять, это всегда самый, как говорится, активный пункт при построении большого количества праймов. И он достигает до любого пункта в доме, чтобы взять его. Седьмой пункт закрыл. Конечно, хорошо. И без потерь, что нужно. Что делать с зеленым? Брать пункты, желательно пятый и четвертый, но довольствуемся малым. Хотя бы второй. Слишком большие зарядки. Слушай, какая хорошая серия бросков. Три. И теперь придется. А вот, наверное, надо было взять третий пункт. А зачем так? Потому что плохо стоим. Зачем? Просто взять третий пункт. Все хорошо. Я об этом и говорю. Взял бы третий пункт. Зачем вот этот занос был сюда на четвертый? Я поясню сейчас вот ход взять третьего пункта. Дело не в том, что... Он сейчас на четвертый поставил. Да, да, да. Это вот неоправдно. Красиво, но неоправдно. Это просто бланда. Я не знаю, что здесь красиво. Ну, он думает, не будет двойки, что скорее всего, как мы уже говорили. Дальше я возьму этот пункт. Вот что он сейчас и делает. Но подвергся риску быть сбитым и вернуться назад. Об этом и речь. Да. Надо было взять третий пункт. Намного спокойнее было быть третьим пунктом. Не потому что пункт в доме уменьшает зарядки, шансы на зарядку. А потому что это внутреннее еще одно поле, которое было дыркой. Вот сейчас он с риском брал четвертый, а Сергей Ленин взял. А так без риска брал третий. Любое из этих двух полей важно. Так, 4-2. Обе спускаем. Только дальним ударом 1-6. Зеленый достигает очень близко удвоение. Уже на самом деле пропущено, можно сказать, смело. Опять же, убежден, что это все прекрасно понимает Сергей Ленин. Опять это сейчас тактическое, так скажем, гашение времени. Потому что Зеленый еще и дом успеет сломать. Этот куб всегда можно поставить. Всегда. Вот даже на следующем ходу избежать плохих бросков, как говорится. Чтобы это было не за бесплатно. Вот Зеленый пока домик не ломает. Посмотрим. Сейчас Сергей решится на удвоение. Пока нет третьего пулю взято, он не будет объявлять. Хотя это дабл. Нет, решил. Молодец. Молодец. Ну, посмотрим, к чему это приведет. По игровой стратегии, просто игры, которую мы играли на регулярном этапе, это определенно дабл пасс. Что будет сейчас? Посмотрим. Пока держит. Пока держит удар Сергей Ерохин. Читаю, что времени достаточно. А где же там время-то минут 12 осталось? Нет, совокупного. С учетом второго тайма. А, совокупного, да. Он продолжает наращивать перевес первого тайма. 8-1. Но партия длятся достаточно долго. Да. Партия длятся достаточно долго и лишь одна. Ну, я заметил, что в любом случае заканчивается вот эти полуфинали, четвертьфинали матча в районе зоны от 14 до 17 очков у победителя. Посмотрим, что будет в этот раз. Пока по графику идет Сергей Оленин еще играть. И с учетом того времени, которое осталось в первом тайме, пока в пределах среднестатистической нашего темпа игры всех участников плей-офф. Не стал сейчас брать третье поле. В доме у себя Сергей Ерохин и решил там расплитовать на той половине. Да. Очень хороший. Здесь вот это очень удачно получилось, потому что достал он. Да, но, к сожалению, пока далеко до удвоения, как бы не хотел Сергея Ерохина, поскольку желтый содержит, владея пятым пунктом, обезопасили себя надолго от куба. 4-4 не бывает плохим. Ну, в данном случае... 4-4, а то я же опять испугался. Да нет, я вижу, что 4-4. Точно выдавливаем шашку со второго поля. Она нам там не нужна. Это контролер наших одиночных шашек, которые там могут появиться, поэтому ее надо выдавить. Мне нравится этот ход, хороший. Четвертый пункт обязательно. И 13-9 может быть, либо третью шашку в четвертый пункт. Я думаю, три шашки Сергей положит, чтобы не подставляться. Да, тут поаккуратнее. Можно, хочется сыграть точно. Или все-таки спустит. Молодец. Рискованно. Рискованно. Всегда иметь вторую сторону. А что с другой стороны, если этого не состоится? Получаем ли мы усиление позиции? Не получил в данной ситуации. Нет, я имею в виду желтый, еще не кидали. Нет, я имею в виду по поводу зеленых. Нет, ну понятно, я имею в виду желтый, вы сказали, риснули. Вот я говорю, если зеленый не бьют, то в этой позиции, в которой сейчас желтый Сергей Ленин стоит, много бросков, которые усиливают позицию. Это то, что на другой чаше весов. Вот посмотрим, удаст ли мы сейчас этим броском. Один уже хорошо. Один берем пункт и пять выходим. Единичка, играем 9-8. Берем восьмой пункт. Не хочет. Хочет оставить билдерок. А здесь поднять. Тоже неплохо, но мне первый вариант больше понравился. Потому что третью шашку не хочется убирать с 13-го пункта. Помните, я вам говорил? Да, в этом случае мы оставили две. Если сейчас зеленый бросит что-то 5-2, 5-3, 5-4, и нам удастся ее побить, придется разгружать 13-е поле. Так. Ну, придется вылезать уже. Придется вылезать с 20-го поля пятерку. У зеленых пока нет дома и прятать тройку. Уже там больше в девятом пункте делать нечего. Так, зеленым надо думать и побеги. А не было ли смыслу третий пункт взять? А как? Мы тогда восьмой ослабили? Да. Не-не-не-не-нет. Против одной шашки мы этого не можем делать. Надо и постараться отловить. То есть это часть прайма, которая начинается с шести очков. В данном случае лучше поддержим. 2-1. 2-1, 2-1. Сейчас Сергей думает, не удается ударить. Подвинуть ли там единичку? Либо потерпеть в ожидании пятерки. Мне прям просится подвинуть единицу, потому что заиграют шестерки и четверки номера оттуда до побега. А что это важно сейчас? Бежать или стоять? Гонка. Удар вообще мне не нравится. Еще одно. Тут все висит. Удар точно преждевременный. Но нет дома. Даже не рассматривал удар. В принципе, он здесь не рассматривается. Либо 7-4, либо 6-4. 23-22. Так. Ну и смотрим на гонку. Сергей Ерохин впереди. Впереди. Я бы тогда сейчас пошел бы задней шашкой. Но программа показывает, это ошибка красная. Это второй ход. Но Бландер. Видимо, подпадает под удары. Потому что в доме две голых. Лучше там не подвергаться удару. Тактический момент такой. Несмотря на то, что зеленый впереди, лучше постоять сзади. Минимизировать шансы атаки в третьем поле и сыграть 7-4. Вот так программа понимает эту позицию. Наверное, придется с ней согласиться. Ну, согласится ли Ерохин? Сейчас увидим. Да, сейчас посмотрим. Хороший вопрос. Прямо просится рука туда. За доской бы я бы не удержался. Я подвинул бы дальнюю шашку. Он сейчас считает как раз гонку. Чтобы понять, надо двигать или не надо. Если он сейчас считает... Я же говорю, он почитал гонку, увидел, что впереди и подвинулся. Сыграл 6-4. 23-22. Что является уже не блантером, а зеленым цветом. Я удивился, почему блантер. И это более точная оценка. Бить будет? Ну, у нас якорь в пятом поле. Всегда хорошо одиночную шашку бить, когда мы сзади. А желтые-то сзади. Сзади Сергей Ерой. Олень решил потерпеть, что в Надежде Зеленой не кинут ни шестерку, ни четверку. Они удрали его. Теперь надо кидать. А так танцевали бы, кстати. Ну, неважно. А сейчас надо кидать шестерку. Пока с ударами Сергей без промаха. И в этот раз все важные удары пока во многих партиях. В первой, когда бросил четверку. Во второй, когда стоял под Марсом. Никого, как говорится, Сергей уже, видите, так расстроенно кидает шашку. Как у меня не получается. Шашка перевернулась куда-то. Вот. Но 6-1 в данном случае опять был в пользу Сергея Олень на джокер. И снова шашка возвращается в 22-ое поле. И четверок нет хорошего. Нету. Может быть, выйти сейчас, думает Сергей Ерохин. Да, тут надо бить. Куб в середине. Мы ничего не боимся. Пока никаких варсов. 5-1. Многовато, 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 Сергей Ерохин. Стоять, стоять, стоять. Разбежался. Да, поставь, пожалуйста, подумай. Это слишком хорошо взять седьмой пункт. Конечно, надо бить все равно. Вот сейчас, может быть, что-то поменяться. Как говорится, в масте. И посмотрим сейчас, вот мои, как бы, знаки сработают или нет. Такие вещи всегда работают как-то на разворот удачи. Ну, я ничего не предсказываю. Посмотрим. Да, мне нравится этот ход. Еще один пункт. Зеленых никак не могут что-то с домом сообразить. Это обязательно. 13-7. Это прайм. И теперь борьба за девятое поле или третье. У желтых не борьба, а задачка. А у зеленых поохотиться вот сюда и постараться там удрать. Ну, как охотиться? Придется бить на пароходе. На пароходе тоже. Да, на пароходе. Мы иногда говорим, потому что не бить нельзя. Желтая шашка просто удерет. И попытаться счастье поймать, если в том, что желтые протанцуют. Хороший куб, мне нравится. Очень ловит, да. Да, Ерохин опять встает партию, не рискует, понимает, что... Скорость такой, сток ударов. Вот видите, все-таки психологическую устойчивость мы понимаем, о чем говорили. Да, адский лак, говорит Сергей Ерохин. Мы потом посмотрим. Я даже не успеваю посмотреть. Но все ответственные удары Сергея Ленина попал. Во всех партиях, где Ерохина было лучше, он заходил в дом, или он уже выбрасывал, или уже почти марс. Но уже можно, наверное, сделать вывод, что не надо рисковать. Потому что... Стоп, стоп. Лак, лак, лак. Плюс пять, минус пять. А Ленин пробивает. Вот сегодня судьба так повернулась. К сожалению, некоторые игроки рассуждают. Как вы, это факт. Смотрят, как стоит удача. Все время бьет, уже начинают менять в игре что-то, даже делая не лучше. А некоторые игнорируют это, считают, что памяти нет. У удачи нет памяти. Она есть, зараза. Все, пошла. Ага, пошла. Вот тот самый случай, уже пора играть тактические смены, схемы. Понятно, что программа показывает. Нет, нам не важно, что показывает. И забрал одну очко. Уже избегает теоретических марсов. Да, это сейчас будет как в баскетболе. Сейчас будет, да. Вот это мне нравится. Я всегда, когда играю, думаю, что сейчас думают зрители. Как... Да. Что сейчас думают зрители. Должно же начаться с шоу, как с какого-то момента. Сейчас оно началось с конца первого тайма за пять минут. Пошли ранние даблы. И это тактически абсолютно верно. Я, в свою очередь, понаблюдаю. Понаблюдаю за обоими игроками. Кто-то из них будет моим оппонентом. Мне сейчас очень интересно и комментировать, и немножечко постараться проникнуть какие-то, так скажем, аспекты рассуждений игроков. Чтобы их, возможно, может быть, можно будет учесть. Так, шесть-пять. Хороший. Хороший. Дай мне удар. Один-два. Надо разрушать и бить. Или не надо. В дебюте есть критерий. Один из критериев. Бьем. Не стесняемся. Так, пять-два. Посмотрим сейчас, какое решение. Да-да-да. Пять-два. Да. Вот так вот. Ну, тут оживлять. Естественно. Только вопрос стоял. В пятое или во второе поле. Решил в пятое. И. А Ленин будет двойной ударом. Мне нравится. Да, это очень важные два темпа. Сейчас зеленые ничего не могут побитывать. Такое дело уже было в первой партии. Еще и шестерки все плохие. Ну, немножечко удачи разворачивали. Помните, я сказал там, да, что-то было. Сейчас посмотрим. Складные пять-три. Что не нравится сейчас Оленину, казалось бы, и заковать пятерочкой. Да, все нормально. Так, ответ Ерохина не менее агрессивный. Ага. Ответ я говорю. А Ленин сегодня не пропускает подобного рода ходы. И как только он оживляет шашку, тот делает это максимально агрессивно. И сейчас хорош 6-2. Так. Строим дом, да. Опять хороший бросок, да? Да, бросок хороший. Только я вот думал предыдущим ходом 5-4 на девятое поле. Опять 4 зеленые, ты говорил, Гриша. Да, да, зеленые, зеленые. Вот на девятое поле вот двумя с четвертого и с пятого сыграть на девятое поле. Ну, совсем другое решение было принято. Очень хороший 6-6. Каждый бросок сейчас хорош зажел. Обратим внимание. Усиливает позицию. Еще раз 5-4 за зеленых. Обе в дом, наверное, да. Строим дом. Ну, пришло уже время. Приближается контакт. Да, 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 да. Приближается контакт. Опять хороший бросок. Разгрузили 13 поле. Да, закрыл 8 поле. Да, и 8 поле взяли. Очень хороший бросок у зеленых. Мне кажется, немножечко лак начинает перетягиваться. Проверим. Проверяю. В сторону Ерохина? Да. После того 5-1 не точно сыгранного с поправкой от Ерохина. Посмотрим. Второй пункт. Без боли, второй пункт. Сейчас что-то... Нужны дупли оленев. Сейчас проверим тот самый лак. Это уже позицию... Дупль, да? Вы заказывали? Получите, пожалуйста. Да. Разгружаться только хорошо дуплем. Да, да, другого нет. Шикарный. Лучше, как говорится, не придумаешь. Лучше только 5-5 был. Так. 6-6 хуже. 3-3 хуже. Лучше был 5-5. Это второй по... По джокерству, если так можно сказать, ход. Бросок, вернее. Ну, видимо, этот гейм последний будет, так понимаю. Да, скорее всего, там уже времени совсем не остается. У нас сразу после окончания первого тайма в студии появится Константин Пучков. Ну, вот, будет разбирать ход поединков первой партии, да. Ну, вот. Как всегда, после того, как звенит звонок, начинаются дополнительные разумы. Что-то начинает замедляться. Ну, вроде, уход достаточно. Очевидно. Вот тут сейчас мне не очень понятно, о чем думает Сергей. Варианты. Просто варианты. Ну, не разгружать же восьмое поле. Он давно уже сделал. Да, на время уже роли никакой не играет. Он реально вырошу ждал альтернативу. Я просто не видел. Так, ну и сейчас быстро. Быстро должен сдаться Ерохин. Чтобы не затягивать время. Не факт, не факт. Сейчас время-то как раз он не теряет. Эту партию он может сыграть без потери времени. Вот это очень интересный момент. Погонки. Сейчас я посмотрю, я не успел. Я и сейчас глянусь. Я сейчас позицию дадут. Я быстренько посчитаю. 36, 40, 80, 10, 10, 10, 6, 122. Да, 23 очка. Да, да, да. Ну что же, 10, 2 плюс 8. Плюс 8. Это прилично, Григорий. 10, 2. Да, я хочу сказать, что, как утверждали классики В таких ситуациях Гроссмейстер жертвовал Ферзя. По крайней мере, по счету, Сергей Оленин перед Гроссмейстером имеет большое преимущество. Но что будет во второй части этого полуфинала, мы посмотрим. Ну а пока я передаю слово Дарье Неревенько и эксперту сегодняшнего матча Константину Пучкову. Да, приветствуем в нашей студии Константина Пучкова, который не так давно покинул, собственно, старт Суперлигу. Четвертьфиналист нашего турнира Константин Иронич, добрый вечер. Здравствуйте. Я знаю, что вы часто оказываетесь в телевизионных эфирах в качестве эксперта, но несколько по другому виду спорта. Это первый раз, когда вы пришли экспертом на нарды? Экспертом, да, первый раз. Ну тогда, получается, с дебютом. Рада, что мы с вами можем разделить это время. Касательно поединка и матча. Правильно ли мы все понимаем, как зрители, что вы в этом матче в любом случае болеете за Ерохина, так как Сергей Ленин был тем самым человеком, который вас за пределами старта Суперлигии оставил? Нет, вы знаете, мы всегда болеем за знакомых людей, правильно? Правильно. Значит, Оленин для меня стал более знакомым, потому что я ему проиграл. Он мне практически как родной. Я болею за Оленина. То есть теперь, чтобы было не стыдно, если что, проиграть победителю или финалисту турнира. Такая логика. Ну, в финале, когда я уже, наверное, почти определился, прямо скажем, ну, я буду, у меня будет сложный вопрос, за кого болеть, потому что Юру я еще больше знаю. Там буду я, скорее всего, болеть за Юру. К теме определился еще вернемся, а пока по матчу. То, что мы видели сейчас. Это та же игра в исполнении Сергея Ленина и Сергея Ерохина, которую мы видели до, или что-то принципиально новое? Нет, нет. Вы знаете, я не узнаю у Сергея Ленина. Как он играл со мной, как он играл смело и браво, и как он играет сейчас. Это совершенно два разных человека. В общем, он настолько осторожен, что... И причем он не учитывает психологию Сергея Ерохина. То есть явно есть такие моменты, где Сергей Ерохин не сможет через себя переступить и взять какой-нибудь плохой куб. То есть он миллион, миллион этих кубов, которые он мог объявить и получить сразу свое очко, он их доигрывал почему-то до конца. Ну, пиар уже никому не важен, безусловно, но то, что он играет очень трусливо, прямо скажем, это меня поразило, потому что он не производит. Я его всегда как бы рекламировал как очень смелого человека. Вот. Ну, возможно, какой-то, какой-то... Вот он взял уроки у Юрия, видимо, который говорил, что в этом формате совершенно другая тактика. И, может быть, тем самым просто убивает время. Есть такой вариант. Да, но просто это вот из всех возможных вариантов самые вероятные, наверное. Ну, единственное объяснение, которое я могу найти при том, что он так задерживает кубы, это вот то, что, возможно, он выбрал тактику убийства времени. Ну, правильно ли я понимаю по вашей интонации, что вам это не сильно нравится именно в контексте самой игры как таковой, вот чистый спорт, если он играл? Мне это не нравится, потому что я сам через это переступил. Мне было ужасно, значит, больно об этом думать. Когда я шел на матч с Олениным, я подумал, что если я буду вести в счете... Вот, там, на самом деле, очень простая тактика. Вы смотрите, у вас три минуты дается на то, чтобы сыграть матч. То есть, практически, если вы, там даже 15 минут остается, а вы впереди на 6 очков, вы можете по три минуты продумать каждую партию и просто матч довести до конца. Я думаю, вот, со спортивной точки зрения это будет правильно, ну, потому что любая команда тянет времени. Ну, как с точки зрения, вот, общей морали, как мне скажут, там, и вообще, как это будет смотреться со стороны, я думаю, как же я поступлю, я не знаю. Сумели через себя переступить и решил, что нет, я буду играть смело, вот. И поэтому, вот, уже когда я принял такое решение, мне кажется, что, вот, надо тоже переступить через себя, играть, вот, просто обычный матч. Ну, возможно, не торопиться, там, зачем торопиться, но чтобы специально убивать время, мне кажется, это не правильно. Но это же не обычный матч все равно, вы не делаете поправку на вот это обстоятельство? Ну, у нас же здесь призовые не бешеные, прямо скажем, вот, поэтому это, в общем-то, пиар-акция. Поэтому я считаю, что, как говорил Сергей Алинин, да, я вот слышал, что мы для популяризации играем, а поэтому, значит, раз мы хотим популяризировать, ну, давайте играть смело и вот не выжимать победу. Хорошо, вы пробросили фразу, что, дескать, победитель, возможно, уже известен, да, учитывая тот счет, который мы имеем на эту секунду. Не кажется ли вам, что того же мнения придерживается и Сергей Ерохин, если мы говорим о тех реакциях, которые начались у него уже под конец вот этого первого тайма, как принято его у нас называть? Ну, я не знаю, чисто по психологии, конечно, вот, мне кажется, что Сергей Алинин подошел более правильно к этому матчу. Он, как бы, для себя сказал, я буду играть там в свое удовольствие, вот, и так далее. А вот для Сергея Ерохина, как для фаворита, конечно, вот, проигрыш представляет для себя, так сказать, большую потерю, большую драму. Поэтому, с точки зрения психологии, конечно, у Сергея Алинина играть попроще. Вот, между прочим, вот я недавно узнал, мне вчера Леша Аскрава сказал, что, оказывается, у нас Ерохин является вице-чемпионом мира. Я этого не знал. В 2015 году он проиграл какому-то турку матч в названии чемпиона мира. Я не знал. То есть он, объективно, наверное, самый сильный игрок в этой лиге был. Вот, поэтому, конечно, для него проигрыш больше трагедии будет, больше драмы. Но у вас есть понимание, в принципе, даже, наверное, по личному опыту, в первую очередь, как в такие матчи возвращаться? Когда ты уже проигрываешь, впереди вроде бы еще такой же остаток времени, но ты за это время не будешь пытаться убежать вперед, а сначала тебе нужно преодолеть вот эту дистанцию, которая отделяет тебя от человека, который впереди. Ну, знаете, когда совсем плохо, да, вот совсем плохо, вот как из покера, ты начинаешь играть на плохих картах. Вот, на плохих картах, брифовать и так далее, чтобы как-то перевернуть ситуацию. Очень похоже на ситуацию в НАТО. Если у тебя позиция плохая, то ее должен обострять. Поэтому ему надо просто объявлять кубик на первом ходу. Вот и все. А как дальше пойдет? Не надо ждать даже никакого преимущества, там, терять на этом времени. Мне кажется, что единственная такая тактика у него может быть, что он должен очень резко сейчас начать перестроить игру и очень резко начать играть, не дождаться каких-то хороших позиций и так далее. А просто вот сразу же, потому что 8 очков довольно тяжело отыгрывается. Ну и обратная, не менее сложная, на мой взгляд, ситуация, когда есть какой-то гандикап у тебя, и ты понимаешь, что тебе нужно его удержать. Ты вроде бы и лидер, но напротив тебя сидит вице-чемпион мира, гроссмейстер третьей категории Сергей Ерохин, и что-то с этим нужно делать. Мы прекрасно понимаем, что Сергея Ленина, мне кажется, в принципе, невозможно вывести из себя. Нельзя заставить его нервничать и волноваться, хотя, наверное, как он и сказал, где-то внутри эти переживания есть. Вот что сейчас может и должен делать Оленин? Ну, я думаю, что он должен также придерживаться своей тактики, удачи на его стороне. А ведь мы видим, что там у него плюс 5 или даже больше удачи. Сейчас посмотрим дальше статистику. Да, да, вот. Короче говоря, если удача ему не изменит, то, я думаю, спокойно доверит матч до победы. Я думаю, он не допустит такой грубой ошибки, чтобы разыграть в какой-то партии очень большое количество кушей. Ну, и вы как эксперт по Сергею Ленину, как было заявлено несколькими минутами ранее, заметили, что он нервничает? Есть какая-то нервозность? Нет, я не заметил. Хотя в одной-другой программе меня называют мастер-эксперт. Возможно, я не все как мастер-эксперт в вашей программе понимаю, но мне кажется, что не скажут. Это даже в конце матча, когда победа уже будет близка. Мне кажется, это не смутит его. Я предлагаю обратиться к статистике. Я думаю, она у нас уже имеется. Сейчас попросим нам ее показать и посмотрим, какие же статистические показатели по итогам первого тайма у нас имеются. Счет 10-2 в пользу Сергея Ленина. Ну, и давайте смотреть на, я думаю, самые понятные для наших зрителей показатели. Это удача и качество игры. Но качество игры, как вы уже сказали, не сильно важно. Не важно, особенно по кубам, безусловно. Вот. Тут не стоит на них внимания обращать. Ну, задержанные кубы, это практически не ошибка здесь. Потому что он получал те же самые очки, но только с убийством времени. Поэтому я на кубы вообще бы не смотрел. Ну, а по шашкам, по шашкам, да, небольшое преимущество есть у Сергея Ярухина по игре с шашками. Вот. Ну, и совершенно незначительные. Прямо скажем, там, вот в Эквите потеряно 0-9. А тут 1-1. Короче говоря, играют примерно одинаково с шашками. Вот такой вывод. Единственное, что я еще заметил, когда по итогам всего была сезона, то у них количество ошибок, или меньше количество ходов на один зевок, у них примерно одинаковое. Несмотря на то, что так разница качество игры, несмотря на то, что этот показатель был почти одинаковый. Это что означает? Это, скорее всего, означает, что у Сергея Ярухина было мало сложных решений. Вот. В предыдущие разы. Просто ему просто сильно не везло. Ну, и я должен сказать, что вот при таком непере, что называется, который у него был в чемпионате, он как бы добился очень хорошего результата. Да, но и при этом он продолжается. Мы видим сейчас минус 6,5 практически. И я просто на что хочу обратить внимание. Прошлый полуфинал тоже закончился в пользу Юрия Копова, в том числе благодаря удаче. Я сейчас не преуменьшаю игровых навыков и умений игроков первого полуфинала, не игроков второго. Но все-таки вот эта удача, причем достаточно большая, да, и достаточно большой разрыв этой удачи, сопровождает нас на протяжении полуфиналов. Вы вот как к этому относитесь? Насколько объективны в таком случае результаты этих вот полуфинальных матчей? Ну, совершенно очевидно, что строгая корреляция между удачей и победой в матче оказалась в этих полуфиналах. Поэтому... Ну, победа еще не наступила во втором. Давайте все-таки поправочек. Согласен, да. Но тогда, если вдруг матч перевернется до такой степени, что, значит, Юрия начнет выигрывать, то и удача, я думаю, таким же образом перевернется, и, значит, она придет, видимо, к нулевой. Вот, поэтому практически сейчас кто лучше бросит. То есть, на самом деле, на такой короткой дистанции, а все-таки два часа, как выяснилось, короткой дистанции, для того, чтобы один лучший играющий имел преимущество, как гроссмейстер. Да, у нас-то Алинин будет мастер. То есть, гроссмейстер над мастером за два часа не может разобраться при отсутствии удачи. Ну и напоследок, хорошо, хорошие броски. Вы, вот, есть какой-нибудь ритуал, ритуал у вас, который вы используете, чтобы бросить нужное? Вот это хорошая тема, очень хорошая тема. Потому что, на самом деле, вот смотрите, ведь мне говорили, с точки зрения мусульман, какая игра является бесовской, шахматы или нарды? Ну, видимо, шахматы. Видимо, шахматы. А знаете, почему? Рассказывайте. Потому что в шахматах человек не надеется на помощь Бога, а исключительно на себя. А это неправильно, насколько я понимаю. Поэтому шахматы является бесовской игрой. А в том случае, когда мы бросаем кости, мы полагаемся на помощь Бога. И, значит, в этой ситуации что-то там подкручивать или засунуть руки в бокс, я считаю, неприличным. Потому что ты пытаешься вмешаться в действие верховной силы. И, кроме всего, проще, когда ты вот такую хрень начинаешь делать, это означает, что ты как будто начинаешь жульничать. Потому что, ну что ты, ты что-то делаешь специально, и чтобы что? Чтобы ты как-то обманул чего-то, судьбу. Это неправильно. Поэтому я вот думал, с точки зрения морали, может быть, конечно, это сложно будет воспринять. Мне кажется, это неправильно. Вот поэтому я предпочитаю бросать за реки так тихонечко, спокойно, аккуратненько. А вот Леша Аскурова сказал, что в воздвижении никаких кривотолков, вот стал бросать кубики туда и стаканчики. Да, принципиально, собственно, руками принял это решение. Сейчас посмотрим, что будут делать наши полуфиналисты. Передаем слово обратно Григорию Твалтвадзе и Юрию Акопову. Ну и, естественно, идем досматривать этот полуфинальный матч. Ну что, дорогие друзья, из резюме Константина Пучкова я бы сделал такой вывод. Резюме из резюме. На бога надейся, а сам не плашай. Подкручивай, не подкручивай, в стаканчики, в специальную корзину. Но элемент удачи, конечно, он присутствует. И то, что сейчас творится в противостоянии между двумя Сергеями, между Олениным и Ерохиным, как раз об этом говорит. Но давайте не будем тянуть время и быстренько переключаемся в игровую зону. Итак, напоминаем, что счет 10-2. Впереди Сергей Оленин. И цветовая гамма у нас та же. На заднем плане по-прежнему шедевр Марии Поляковой. Иллюстрация к матчу между Ерохиным и Олениным. Может быть, она специально расположила вот по композиции Ерохина ниже, а Оленина выше, предугадывая большое преимущество в счете? Шикарная мысль. Может быть, это какой-то тоже, если мы сейчас уже о судьбе, о влиянии сверхъестественных сил, может быть, тоже какой-то знак судьбы. Так, а у нас уже удвоение произошло. То, о чем говорил Константин Пучков. Да, я поэтому вот и подумал, а не возникнет ли сейчас вот в этом матче такая, как бы это правильно сказать, баскетбольная коллизия на последних мгновениях. Когда начинаются, начинаются, даже не трехочковые, а фолы с тем, чтобы, значит, один из штрафных не попадал и так далее. Вот, а дальше действительно трехочковые. Вот начинается, может начаться, это вот такая обратная сторона, что ли, вот такого баскетбольного окончания. Но у нас еще до окончания 50-55 минут. Прямо точно. Вот, ну, посмотрим, что будет, что будет сейчас. Но, по крайней мере, Ерохин начал с того, что второй раз, кстати, в этом матче. Одна такая попытка была, по-моему, в пятой партии, когда он сразу объявил удвоение. И вот сейчас, сейчас рискнул сделать то же самое. Ну да, ему, ему априори нужно каким-то образом выбираться из этой ямы. Ему нужно что-то менять. Ему ломать надо вот тот сценарий, который предлагает и который пока очень здорово использует Сергей Оленин. Да, вот как раз эта партия уже в любом случае будет оцениваться в два очка. То есть это в любом случае лучше Ерохина. Но вот то, что отметил Константин Пучков, я не могу с ним не согласиться по поводу того, что Оленин, хоть и ведет с большим счетом, играет даже, ну, чересчур аккуратно. Ну, не чересчур, но точно аккуратнее, чем он играл с Пучковым. Да, 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 да. Ну, Пучков именно это и подчеркивал. Да, 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 да. Костя прав, я соглашусь, вы соглашаетесь, я думаю, зрители это замечают. Всему виной, в кавычках виной, задача, которую решает игрок. Вот он решение видит такое. Да, и это, ну, очень сложный, наверное, процесс, потому что, я скажу, что я имею в виду. Сергей Оленин сегодня, перед тем, как начать игру, он сказал сразу, что я, говорит, вчера пересмотрел весь архив матчей, которые у меня были с Ерохиным. Да, весь архив пересмотрел. Так, ну что, пошла жара, кипяточек пошел. То, о чем, на что сетовал Ерохин, что судьба над ним издевается? Да, судьба по-прежнему издевается над Сергеем Ерохиным. Очень важно было взять третий пункт, ни тройка, ни двойка, ни 6-4, ни 10 очков, что называется. Придется брать, наверное, первый пункт. Или, может быть, проатаковать второй, такое интересное решение. Вот так вот и оставить две под боем? Да. Не нравится мне такое решение. Но оно дает больше марсов, наверное, поэтому Сергей Ерохиным. Ну, наверное, но ты все равно начинаешь дорогу опять оттуда. Если собьют, да. Из чужого дома, да. Место собьют, да. Но это вот был тот самый риск, как раз уместно здесь. Сергей Ерохин рискнул. Пять шашек сзади, в любом случае, о Ленину можно не сильно волноваться. Ну, очень далеки основные войска, которые могли бы помочь вот эту шашку на третьем поле прибить. Не хватает материала на этой части доски. Вот сейчас Ерохин будет подтягивать. Прораб для билдеров не обеспечил стройматериалы. Хорошо сравнили. Ну, и как будет Ерохин решать эту проблему? Сначала делаем прямую шестерку. Удавим еще на третьем поле. Удачи. Сейчас надо атаковать. Атаковать третье поле, если получится. Есть шестерка, бьем обязательно. И тянем еще одну шашку. Ну, сейчас интересно, как ответит... Очень важно. Как ответит... А Ленин? А Ленин, да. Он отвечает вот так вот. Привычный. Это очередное подтверждение того, что как только у него возникает какая-то такая опасная коллизия, он попадает идеально. Вот мы, да, Джекера. То есть Джекера в нужный момент. Так, 4-2. 4-2. Ну, закрывать, наверное... А что, закрывать? Ну, якорь надо брать в любом случае. Да, да, вот так. А четверка одна. А четверка там под боем, под одним. И эта единица не попадает. Ну, зато в тринадцатый поле можно взять. Побежать, да. Так, 4-5, да. Очень важный как раз новый контроль над серединой. 2-1. Тоже очень красиво выглядит, потому что здесь бьется, да. Мне не нравится. Просто вот 8-5 надо было зайти в дом до конца. Не надо там... Вот эта куца стоит. Перегрузили в шестое поле. Ну, повезло сейчас желтым, что зеленые не попали. Что спасает желтых? Что спасает кражу, помните? 6-6. Да, да. 6-6. Там 4-4. Опять желтые сейчас нуждаются, Сергей Ленин, в крупном дупле, что будут убрать этот якорь в третьем поле. Дропануть им, скажем так. Ну, да. Других вариантов здесь, наверное, не было. Миле 8 очков, 7 есть, моментальный удар. Хорошая. И слабый желтых, еще голая шашечка в первом поле. Помните, она там появилась? Да, 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 да. Не танцует, а Ленин моментально. Моментально. Опять выскакивает. А других шестерок надо выскакивать. Нельзя третью шашку, четвертую тащить. Бьют что? Шестерки, тройки, 7 очков. Ни того, ни другого. Ух ты, вот это да. Ужасный бросок. При такой вариативности. Да, на удар ничего не состоялось. Да, и 9 пришло. И еще две шашки сзади, Григорий. Видите, которые не сцепились. Там тоже очень... Они наскучили бросок. Ладно бы 4-3 было вместо 4-5. Они хотя бы... Хорошо, били бы. Да нет, я думаю, если уж отрешиться от того, что не бить, да, они бы седьмой пункт взяли. А так они тоже и оторваны от действительности. И вот что с ними делать? Вот побег. Сейчас желтые могут подбить троечку, если повезет. Тот самый 6-6, который... И плюс, и минус. Подождите, 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 подождите. Так. Отсюда, ну да, он выходит. Можно до конца подправим. И сейчас так Оленин сыграет. Вот. Хотя это был не лучший ход. Но он прям просится, прям просится забереть одну шашку. С другой стороны он закрыл четверки выход. Вот это плюс, он считает. Обязан попадать сейчас. Наконец, хоть в сумме, как говорится, дополз. Да, да, да. Дотянулся, вот. Мы так иногда говорим. Дотянулся. Моментальная зарядка. 1-2, наверное, до конца надо играть. Там нельзя стоять в первом поле. Да, и бить не надо. Ну, конечно. У желтых одна мысль. Пробежаться одной шашкой. Ни в коем случае не допустить возврата второй. Так, 4-2. Первый. Первый, по-моему, один из немногих джокеров Ерохина. Один как заказной. Да. И опять побег возможен с желтыми через шестерку. Зеленым сейчас что надо сделать? Взять седьмое поле. Или там, если не складно, что-то желтые сыграют, подбить второе поле. Есть удар в первое поле. С 13-го обязательно надо поднимать эту шашку. Нельзя давать желтым убегать от Марса. И в дом еще одну шашечку, чтобы если желтые не зарядятся, то была что? Хорошая пятерка. Проверим. Опять удачку. Проверяй, не проверяй. Ну, а теперь шансы подбить вторую шашку у зеленых. Может быть, даже это неплохо. Конечно, зеленым не понравилось, что их ударили. Но компенсацией может быть сейчас удар по еще одной шашке. Тем более, сейчас еще одна откроется. 9-6 надо играть. Ух ты. Программа показывает 6-3. Тяжелый ход найти. Молодец, Сергей. Прайм сохраняет. Опа. Еще одну шашку. Три. Вот теперь единица, как воздух. Вот она вам программа. Моментально. Которая много себе думает. Любой позиции броски, которые ломают ее. Вот это 1-2, один из этих. Но главное, что обратить внимание, Григорий. А Ленин снова без паузы заряжается в первую очередь. Да, об этом-то мы говорили на протяжении. Сейчас это было важнее, чем раньше. Это якорь. Это якорь. И прайм стоит. Не складный. 5-1. Хотя пятерка хорошая. А вот единицу в доме. Нельзя там сцепляться. Надо дать два разных варианта бросков. Тройки и четверки для побега. Ой-ой-ой. И тут отжимание происходит. И тут бить четвертый пункт. Конечно, конечно. Что тут думать-то? Сергей не может поверить пока своему счастью. По-моему, проверяет лишний раз. Вот. Сейчас, не дай бог, сломается прайм. Нет, не сломался. Очень полезная четверка. Желтые сейчас будут бить, разломать. Задача желтых – отжать. Есть такое выражение. Отжать эти зеленые шашки. Отжать завод. Построить прайм. Построить прайм против этих двух убегающих шашек. Дальше, дальше. Дальше. Вот так, да. Да, да. Да, именно так. Шанс прорваться еще разок. 3-6. Бьем. Вот этот Джокер. Еще один. После 4-2 еще один Джокер за Ерохиной. Тем не менее… Странно. Тихо, тихо. Что не зарядился? Где была единица. Еще побег дальше. Тихо, тихо масса нарисовался. Но если мы вспомним вторую партию при счете 2-0, когда… Был куб по 4 в такой же позиции. Помните? И Сергей Ерохин открылся. И Сергей Оленин попал и выиграл еще 4 очка. Так что не будем загадывать, но Марсов на столе, на доске много. Да. Ну там до 8-ми удвоил. Потом переворачивал, да. Куб стоял по 4. Должен был обманывать Марс и, как говорится, взять и 8-ми очков. Так, тут важно еще разгрузить быстрее седьмое поле, чтобы оказаться желтые стоят. Прямо сейчас надо разгрузить седьмое поле. Если не будет шестерки. 2-2. 2-1. 2-2, да. 2-2, да. А, 2-2, да. Очень хороший. 6-4 и 5-3. Будет очень красивая конструкция. И 6-4. Шикарно стоят зеленые. Одна из лучших построений. Теоретически, друзья, возможен и Кокс. Еще лучше стали зеленые, чем стояли. Сейчас вообще нет броска, чтобы открыться. Опять будем разгружать последовательно шестое поле, пятое. Ну, сейчас 5-3 надо играть, несмотря на то, что крупный дубль. Нельзя сейчас... Вот опять, когда разгрузим шестое поле, не будет четверок. Удивительно, что Сергей вот эту технику, видимо, как-то его слабое место. Вот разгрузили шестое поле, четверки стали слабые. Нет запаса там. Хотя, кстати, он бы сейчас открылся. Ну да, но это гипотетически, конечно. А вот теперь две голых. И опять начинается срокастический смех. Две голых. Потому что две голых. Это какой-то кошмар происходит. Да, да. Это, как чувствовал, рука принесла. Без промаха. Опять, мы это уже все проходили. Зеленые идут на Марс, подставляются, желтые бьют. Сейчас поднимут вторую шашку. Я думаю, сейчас, наверное, не будет торопиться с переворотом Сергея Ленина. Точно. Потому что обратный куб по оси может оказаться радикально меняющим счет в матче. Как говорил товарищ Саахов, торопиться не надо, да? Да. Так, а шестерка-то? А шестерка? Хочет поднять еще одну шашку, но тем не менее. А зачем? Я бы ее оставил там. Я бы тоже ее оставил. Она же давит, да? Да, и она там бы... Мы с вами солидарны здесь, но Ленину виднее. Две подбои были. Сейчас там тоже. Сейчас бы еще поднять бы вторую шашку, да, если бы стоял бы? Раз. Вот тут эту шашку сейчас бы поднял. Да, да, да. Все, четыре. Боязливо, боязливо. Боимся ударом. Ну... Шесть-пять. Он понимает, что еще четверкой может ударить, вот как сейчас. Вот четверкой ударил. Все, перевес у желтых определенно сильный уже перевес. Это к вопросу, не будет ли Кокса? Нет. Кокса? Кому? Да. Никому Кокс быть не может, только Кокс... Нет, это сейчас. А еще три минуты назад мы предполагали, что... Теоретически еще могли быть и Коксы. Теоретически, да, могли быть Коксы. Они и сейчас могут быть Коксы. Зеленые могут выиграть теоретически чем угодно. Желтые только простой игрой, поскольку зеленые Сергей Ерохин уже выбросил шашки. А желтые пока ничего не выбросили. Ша есть? Пять. Да? Да. Все правильно. Три. 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 Там пусто-пусто. Пусто-пусто. Да. Не складывается этот матч. Шесть. Не складывается никак. Два. Да тут как хочешь уже, собственно говоря. Ходи, но аккуратность проявлять надо. Ну, наверное, просто занести шашку в шестое поле. Но тогда одна может удрать. Программа подсказывает, надо бить во второе поле. Нельзя давать шестерки убегающую. Если убежит одна шашка, одна прорвется, пока она еще не сбита, не заперта, две, то зеленый стол получит перевес. Да куда она прорвется? Хорошие. Вот тут вот только. Чем хороший этот ход? Уменьшаются шансы, что желтые еще одну собьют шашку. Шесть, четыре. Теперь надо шестеркой бить обязательно. Нельзя выпускать шашки. Там шесть, пять у зеленых бросок и хорошие. Пять, пять, шесть, шесть. Обязательно бить в третье поле. Нельзя давать полный ход бегущей. Не решается это делать. Вот заднюю шашку вот эту точно не нужно. Ну, я бы так не ударил. На середине хочется разгрушать, есть резон. Видите, вот, если бы не ударили, пять, пять, уже одна шашка прорвалась бы. Так. Очень полезно. Естественно, два. Естественно, два. Отжимаем. И вот на шестое, вот этот восьмое поле, чтобы сделать хорошие шестерки. Можно и так не принципиально. Да, тоже интересно. Непринципиально, да. Тоже интересно. Вот. Очень хорошо. Не переключают кнопку. Куб, я имею ввиду, один. Ну, здесь понятно, что он вводит пас. Сейчас вопрос, будет ли Сергей глушить время. Да, не будет. Это пас. Или взять четыре, принять по восемь. Сейчас или никогда. Да. Да, принимает. Да, уже именно сейчас. Как говорят, в таких ситуациях психанул. Да. Рискнул, психанул, да. Какие-то шансы не равны нулю. Точно. Такое мы уже видели на финале, ой, на последнем этапе матча. Четыре-четыре бьем. И дальнюю шашку, наверное, тайну. Когда Сергей взял куб от Аскуравы, который был пас, и это позволило ему зайти в последний вагон. Восьмерки, да. Восьмерки оказаться. Четыре-два не попадает, а мог бы попасть бы. А вот броски. 1-1-6-6 за зеленых, и все, и все выгодно. Да. Просто один, зеленые, желтые не зарядились, еще раз один и так далее. Тут еще шансы не равны нулю. Малые, но не равны нулю. Ну, конечно, если не сбивать, то они еще больше снижаются. Я бы закрывал с пятого поля и тройку подводил. Очень хорошая конструкция, вот такая, да. Очень хорошая конструкция для того, чтобы начать выбрасывать шашки из дома без болезни. Тут дед же 5-5 хорошо играть, но ничего не выбрасывается, к сожалению, для желтых. Ну, вот сейчас кто отменял бросок, решил в такой планной игру пойти, наверное, это правильно. 5-5 или 5-6. Ничего. Кстати, угадал Сергей Ленин сейчас с разгрузкой пятого поля. 6-2. Главное, чтобы не открыться. Само зеленые очень сильно отстают. Продолжает судьба издеваться над Ерохиным. И здесь удалось только одну оживить. Да. Без боли разгружает. Без боли имею в виду через следующий бросок. Да. Ой-ой-ой. Может быть, сейчас дупль, но это уже у зеленых. Опа. Нет, дупля нету. Нет, 6-5. Да. Проиграна. И эта партия вот. Ой-ой-ой. А вот сейчас без единицы появятся шансы. Все может быть. Вот тот самый шанс. Ключевой момент за матч. Бросит ли Ерохин двойку и... И не бросает. Не бросает. Не бросает. А вот это сейчас было бы очень весело, в кавычках. Очень интересно бы. Мы могли бы, наверное, там увидеть куб по восемь. По двадцать восемь там можно было бы увидеть. Если попали. Да, да. Если Ерохин попал бы. Это было ровно то, к чему он шел, когда принимал куб. Трижды два-один человек бросает. Трижды бросает два-один из четырех попыток. Ну, совсем. Совсем тяжело прорваться из Сергея Ерохина с такой удачей Сергея Оленина. Да. 14-2. Но еще и время есть и самое главное напора желания. Сейчас будет кубы действительно сразу, без несчастья, без боли. Три-два. Две спускаем. Игра на Марс. Такая. 6-5 побег. Дабл. Не хочет. Ждет. Видимо, боится. Опоздал с даблом. Видите, один-один. Сейчас уже Оленин может сдаваться. А может и играть по два очка. Это на долгую партию может смотреться. Сейчас дабл точно. Да, в том смысле, что по одному очку проигрывать, да. Тоже не показывает. Опять пропустил. Видите, усиление позиции. Может быть, сейчас Сергей Ерохин устраивает взять одну очко за быстро, а не играть два очка неизвестно. Да, вот. Задачка. Ну, в принципе, здесь перед домом. Так-то это тейк. Да. Так-то это тейк. Понятно. Одна шашка. Там взята седьмое поле. Две отставшие у зеленых. Это масса полной игры. Вообще, тут, как и всегда, был такой не очень обстоятельный. А вот по ходу той встречи, которую мы сейчас наблюдаем, Сергей Ерохин принял решение паса. 4-3. Мог бы подогнать еще. Оправдался, кстати, вот решение чуть позже показать куб, чем чуть раньше по два. Неизвестно, чем бы закончилось, но партия сожрала бы побольше времени. А так время там прошло полторы меньше минуты. Минута и одну очку. Опять 3-2. Это мы только что где-то видели. Да, это просто калька предыдущей партии. А вот теперь удар. А там был 6-5, а теперь 6-4. Вот видите. Пополезней 6-4. Да. Здесь 6-6-4. Лучше была бы двойка, подумал Сергей Ерохин. Но и тем не менее продолжаем играть. Правильно? Шли шашкой вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вопрос как разыгрывать. Бить ли две шашки или... А чего же не бить-то? Брать первый пункт. Очень многие игроки не любят. И я в том числе вот этот первый пункт брать. Туда эти шашки никогда не будут играть. Но один единственный плюс. Даже два. Две убитых. Две на борту. И еще один пункт в доме. Вот эти два пункта, видимо, перевешивают. И еще один плюс. У зеленых еще голая шашка. Видите, вот она лежит в десятом поле. За ней можно было бы походиться. Угадал Сергея Ленина. Вот теперь там те шашки были бы мертвые. А вот сейчас очень полезный правиль 6-7-8 из трех полей. И бежать одной шашкой. Четыре-четыре. Сейчас получите. Олень на пять, да? Да. Неплохая история. Взять девятое поле. Девятое и побежать. И побежать вот издалека, с конца. В надежде, что зеленые не бросят ни четверочку, ни единицу. И перевес будет налицо. И сейчас уже лучше. Безусловно. Можно было, конечно, подумать, что там можно было пробить. Нет, там бить-то тремя. Одно и зачем бить? Нет, нет. Ну, я говорю, можно было бы подумать. Я не говорю о том, что... А, вообще рассмотреть вариант. Да, да. Вы правы. Рисковать так рисковать. Смотрите, как прорывается. 6-5 золотой. Двойки нет. Ну, совсем, совсем ничего. Третий пункт берем, но главное надо было ударить. Ну, не скоро мы увидим удвоение в этой игре. У желтых еще нет ни одного поля вдвое. Вот сейчас есть шанс. Но лучше, наверное, 13-14-9. Вот тут у зеленых-то дом уже не слабенький. Дает лишний шанс кинуть двойку. И... Ну, как будто спокойно. Да, ну, просто... Просто кого-то заколдованные шашки желтых не поддаются подбитию. Сейчас уж точно разгружаем. И в доме 6-5. Погибчик. Да, да. Предотвращаю строительство колбасного цеха. Похоже на 1 очко в пользу Сергея Оленьевна. Ну, курочка по зернышку. Вроде не сноп. Да. Да, просто берем первое поле, оставляем эти билдерочки все активными. Все на разных полях. А так уже стало на одно поле меньше. Было... Не-не, было 4 билдера. Так тоже 3, но погибче. Да еще и первое поле взяли. Хорошие 4 дни. Да, и там перед домом базовая такая... Сейчас есть несладные броски. Там 5-4, 6-4. Ну, там 6-4. А 6-4 не самый хороший. Мы берем пункт, но вот сзади три шашки. Сейчас проблема разгружать. Вот как раз Пятигорский играл очень похожую позицию. Вот. И... Пришлось заходить не очень удачным образом. В итоге открылся и меня подбили. Посмотрим, как будет здесь. А здесь 6-3. Пока есть безопасный ход. Безопасный. Восьмое поле разгружаем. Да. А вот с зеленым сейчас сложности. Не хватает запаса. Нету игры на этой стороне доски Вити. Придется что-то там двигать. Да, здесь все в доме уже. Здесь только 2-1-3-1. Шестерка единственная. 6-1. Облегчает существенно задачу Ленину входа в дом. Входа в дом, вернее. Посмотрим, что будет. 4-2. Полезный. Я бы сказал, что и облегчает существенно. Ерохину выход из дома. Из чужого. И он не хотел бы оттуда. И он готов там стоять, чтобы хоть какой-то шанс поймать. Ну, так 2 шашки у него там еще есть. А так бы это одиночное. А если бы убили? Ну, все может быть. Но лучше, как говорится, когда хуже, то мы готовы к обострениям. Тем самым, о которых вы говорите, да? Чтобы друг другу и вторую. Это ленинская позиция. Лучше меньше да лучше. Да. А вот теперь у желтых сложности разгрузить 9-ое поле. Правда зеленый дом подломали. Двойки, единицы, пятерки плохие. Пока терпим. В доме есть ход. В доме есть ход. И куба вообще не видно, близко не будет скоро. Придется с зеленым начать движение. А нет. Нет, нет, нет. Встречают. Если бы шестерка была, тогда да. Тогда действительно. Но теперь еще больше плохих. Но это дубль. Легко. Недолго сопротивлялся Ерохин. Не стал мариновать там свои две шашки. Тем временем почти экватор второго тайма. Да. Я думаю, эксперт наш был абсолютно прав. Но сейчас я уже буду так скажем. Настраиваться на игру против Ленина. Я думаю, что практически крайне стало, просто крайне затруднительно потащить этот матч Сергея Ерохина. 15-3. Да. Оказывается, что Оленин, как он утверждал, что у них баланс партии в его пользу. Был в чем-то прав? Не то чтобы был в чем-то прав. Прогнозировал тем самым? Нет. Я хотел сказать, что он такой камень для Ерохинской косы. А. Мысль понятно. Да. Он отконстатировал факты. А мы сейчас наблюдаем, что это имеет место быть, как говорят. Как-то немножко, если честно, спал-запал у меня. Правда скажу. Я ожидал какой-то все-таки контр-контр таких взаимных моментов. Вот в один момент, когда было взятие Сергея Ерохина куба по 4, открылась двойка. Это вообще вот совсем нежданно, негадно, когда он протанцевал 2-1, 2-1. Могла наступить, как говорится, оживленция в этом матче. Но и тут Сергей Ерохин промазал, не смог подбить шоткрышую шашку. Но, тем не менее, матч продолжается. И нам еще не три, не семь минут, полчаса, по-моему. Да. Борьба продолжается. Где-то так. 15-3. Все играбельно. Можно выиграть и Марс по 4. Вот это словечко. Играбельно? А, это была древняя-древняя совершенно юмореска Мирова и Новицкого. Помните таких? Нет, не помню. Двух сатириков, очень известные были. Нет, к сожалению, я очень любил смотреть телевизор и юмор. Я не помню. У Миров и Новицкий, да, это была такая звездная пара. И там один из них, значит, готовился. Тарапунька и штепсель. А это все одно время. Понятно, понятно. Да, да. Черно-белый телевизор. Но вот эти кто-то. Да, да. Миров и Новицкий. Он говорит, что тебе подарить на день рождения? Да, говорит, мне все равно, что ты мне подаришь. Он говорит, что я тебе подарю, я тебе граблю. Что ты будешь грабить? Кого ты будешь граблями грабить? Вот это да. Вот это вот. Был такой первый, наверное, опыт обыграть вот это словечко. Ну, на эстраде совершенно точно. Не-не, Миров и Новицкий это была звездная пара. Естественно. Ну, я не помню, к сожалению. Да я и Тарапунька и штепсель, мне кажется, мне было лет там шесть, семь, восемь. Я так просто помню. Я их часто показываю. Да, да. На огоньках. Когда же было голубые огоньки. Березин. Березин была фамилия маленького штепселя. Я его точно не вспомнил. Да, да. А Тарапунька, Тарапунька получил свое прозвище в честь речки Тарапуньки. Да. Да, это было прозвище. Интересная у вас. Да, да, да. Прекрасная, хорошая справка. Вот теперь буду думать, как была фамилия Тарапуньки. Пошли чем заняться. Да, во время нарта. Ну, вы же сами сказали, поугас пыл. Надо немножечко разгрузиться. Признаюсь, так что сейчас постараюсь немножко добавить. Вспомнить фамилию Тарапуньки, да. Да. Ну и опять у желтых лучше. Одна отставшая шашка, которая почти убежала. Единственное, нет полей в доме, а у зеленых плюсов в пятом поле. Еще играть, конечно, можно, нужно, но у желтых перевес. Да. Зеленым надо попадать. 25. Хоть что-то. Хоть что-то. Пунктов. Хоть что-то. Обережает Оленин. Ну-ка, ответ. Ну, странно, как-то нехороший. Ну, до конца. Не 1-6. 1-4. До конца. Ничего больше не открываем. Купол. О-о-о. Пошел ва-банк, Ерохин. Ну, да, в этом смысле. А когда еще? За какое время еще очки набирать? И спустить с 14 поля еще один билдерок в надежде, что желтые все-таки протанцуют или хотя бы не побьют пятерку, зарядятся в единицу или тройку. Нет проблем. Ну, ну. Зарядились тройку, но с четверкой бьем. Ну, ну. Да, рука сегодня легкая у Оленина. Рука бойцов колоть устало? Мне это грешно говорить, я сейчас понимаю. У меня как бы тоже оказалась рука легкая в полуфинал. Да, это я. Ну, просто констатирую. Рука легкая. 4-1. Нет обратного удара, к сожалению. Сергей Рухин с удовольствием бы еще раз ударил в пятое поле. Нечем только, нечем. Перейти на план встречи. Я бы заряжался в угол и спускал бы. Тоже, кстати, хороший ход. Да, это даже получше, может быть, мне вам больше нравится. Легкая рука, как говорят обычно, медсестрам, когда они тебе укол делают. Программа показывает. Да, да. 2-4-2-3. Хороший якорь еще один. Да, молодец. Сергей увидел вот ход. Даже в такой стрессовой ситуации или полу. Мог бы быть стрессовой ситуации. Увидел очень сложную единицу. Молодец. Так. Надо ли бить? А почему нет? Что? Кому она помешает? Столько шашек я бы можно было бы не бил. Единственный плюс в ударе. Программа, я вижу, показывает бить. Плюс в ударе в том, чтобы убрать материал с этой части достичь, чтобы зеленым было сложнее дом застроить. С другой стороны, Юр, там столько уже зеленых. Одной больше. Одной меньше. Одной меньше. С одной стороны. Ну, ответьте, еще один пункт. Да. И насколько сейчас тяжело будет Оленину в свой дом-то проползать? Вот именно поэтому стоил, я и говорил, может не стоит бить, потому что еще один пункт, шестая шашка. Получилось, она стала еще одним пунктом. Ну посмотрим. С другой стороны, проблемы-то тогда и у Ерохина возникнут здесь при входе в свой дом, потому что ему нечем будет заходить. потихонечку. Сейчас ему нет задачи зайти в дом. Задача как минимум от Шандарахнула подбить еще одну шашку, иначе игра закончится гейм. Ну вот от Шандарахнула. Да. Планная группа явился. И выйти из пятого поля. Материал сюда нужен. То, о чем вы говорите. Две шашки. Пошли сюда. Надежда опять деленок, что желтый протанцует. Временно уже зеленым. 4, 2, 6, 1, 5, 3, 6, 1. 1, 6, ну что ли. Ну вот, да. Тут точно бьем, не обсуждается. Хорошо. Не зарядили, а тут два поля не заряжаются. Извините, да. А сейчас чем опасно, что желтый либо ударит шашку, либо пятый пункт возьмут. Пятый пункт. Ничего не бьем, обязательно пятый пункт берем. Так. Конечно. Это существенное усиление позиции. Просто существенное. Ну, будет что-то. Есть. Зарядились, ударили. О, еще с ударом. Да, да, да. А вот теперь уже, может быть, начнутся. Ничего не начнутся. Ничего пока не начнутся. Вопрос сейчас. Я бы разгружал это восьмое поле или не разгружал. Я бы разгружал, потому что я чувствую, сейчас меня здесь побьют и еще восьмое поле не складно разгружать придется. Я думаю, Сергей Ерохин рад. Неужели не попал? Попал. Попал, конечно. Так. Ну, наверное, 10-3, две шашки надо спустить, чтобы что-то здесь билдера. Обе шашки. По одной не стою. Может быть, и так хорошо. Кстати, максимум билдеров. Но я бы две спустил против пять. Пять какого-нибудь. До конца. До конца, да. Сергей Ерохин очень точно ходит. Мне нравится, очень сильно играет. Вот эти вот три билдера, это давление на пятое поле, которое срабатывает. Вот пять-четыре, как сейчас вот. Да. Несмотря на такой лак, он пытается за всех сил отжать. А желтые все-таки не игнорируют все попытки зеленых, скажем так, таким языком. Игнорируют. Заряжаются, бегут. Заряжаются, бегут. Вот их не волнуют. Или немножко постоят, потом побегут. Не хватает материала зеленых. По-прежнему четыре шашки сзади. Значит, здесь одиннадцать. Нельзя построить двенадцать подряд ни в каком месте. Нужна еще одна шашка, как минимум. Так. Опять шесть-шесть. Одна шашка удрала полностью. Нет, это четыре-четыре. Да, в шестое поле. К себе домой. И все. Раз-два-три-чупыри. Три-четыре, да. На одну проблему стало ровно меньше. То есть в два раза проблем стало меньше. Это не тот дуполь. Не хватает одной шашки, чтобы взять седьмое поле. Но надо класть седьмое поле шашку. Обязательно. Обязательно класть седьмое поле в расчете, что без шестерки. Потом его взять, чтобы желтые сломали свой прайм. Другого плана на игру нет. Ни в коем случае не входим в дом. Там одна шашка, две роли не играют. Это Сергей отлично понимает. И сейчас получит шесть. Не знаю, но не может постоянно это быть. Попал в наборе. Дотянулся. Да. В сумме. Дотянулся. А здесь? И здесь есть один. Ну, правда, выход. Лучше было бы зарядиться в шестерку, чтобы сейчас, сыграв последнюю шестерку, с зеленым придется шестерку выходить в четвертого поля, что очень бы не хотелось. Так, четыре-два. До конца там нечего делать, мы не будем уже прайм разгружать. А, удар в первую поле. Дома, 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 четыре-два. Ударить? Конечно. Нам не нужно помогать зеленым, чтобы они сейчас не ломали дома. Сейчас зеленые кинут короткие, короткие бросочки, маленькие. Будут дома ломаться, вот как сейчас. Видите? Будет ломаться дома, уходить не надо. А так мы им помогаем, они зарядятся в четверку. Четверок нет хороших. Теперь четверку придется играть тоже. Сергей Ленин все четко понимает. Физику этой позиции, что надо, чего мы хотим за желтых. Хороший ход. Хороший ход. Шестое поле поэкономим. 5-1. Ну, что делать? 12-7 точно, а где единицу играть? Ну, наверное, в дом дальше. Ну, вот так, да. Сергей решил, а Ленина еще поэкономить с шестерками, решил подстраховать. Я бы, наверное, тоже так сыграл. Ну, вот теперь уже выходим и берем третье поле. Хоть что-то как-то. Трынк. Вот тут появилось 16 хороших бросков за желтых. Один из них. Это даже не один из них, это опять мега-джокер. Это два из них. Это мега-джокер. Это два из них. И без переворота Куба спокойно играет на Марсе, делает счет 19. 19-2 уже разгромным. Что-то похожее реванш только не от Микаэла прилетает к Сергею Рохину. В четвертьфинале, по-моему, как-то крупно, да, обыграл Микаэла? Да, я просто думаю, что, в общем, действительно, ваши-то слова оказались пророческими в отношении того, что, хотя, еще раз повторю, еще рано об этом говорить, что снаряд-то в нардах, еще как попадает в одну воронку. Я думал, что сегодня мы увидим совсем другой футбол в исполнении Ерохина. А он в ворота попасть не может. К сожалению. Я вспомнил, если уж мы сегодня периодически что-то вспоминаем в фильме «Тарик Катабыч». Помните, когда штанги вышли? Штанги, да, да, да. Когда он болел за какую-то команду, я же не помню. Какой-то фагел или что-то гудок. Как вам не стыдно? Шайба изубила. Да, шайба изубила. Ну что вы, ну ей-богу право. И вот эти штанги жик-жик или фланг жик-жик, и вратарь там недоумевал. Что происходит? Да, да потом, потом. Наоборот. Нет. Потом. Что случилось? Почему результат матча? Аннулировали. А заболели корь что-то такое? Скарлатиной. Скарлатиной. Я помню, что заболели. Скарлатина, да. Корь через черт слишком сильная. Скарлатина, да. Да. Ты как за кого-то помогаешь, дед старый. Так, ну что у нас. Безрадостная картина для Сергея Ерохина. Но в таких позициях Оленин вытаскивал. Потому что открывалась шашка и он попадал. Хотя бы один раз поймают такую одну партию у Сережи Ерохина. Желтые открываются, зеленые бьют. Посмотрим в этот вариант. Форсированные ходы. Четыре выбросили. Два сыграли все. Да. Но сейчас вот три камня на четвертом поле, конечно, достаточно опаснее. Это плохо. Нечет, да. Достаточно опаснее. Идеальный бросочек. Идеальный бросочек. Идеальный был бы с единицей. Это тоже хорошее. Круп. Да. Наконец-то по ходу всей партии удалось Сереже Ерохину взять пятый пункт. Но не поздно ли это? Еще одного пункта нет. Только две крупных. Ну, вернее говоря, без единицы. Все, что без единицы открывает. Или дупль. Без единицы, но дупль. Это вообще кокс. Могло бы дело прийти, но это Марс. Это Марс. Да. Девятнадцать. Ну, уже даже теоретически, наверное, даже сейчас. Хотя нет, теоретически может каждую минуту брать по очку. Он тоже будет сдаваться. Сергей будет играть эти партии. А почему девятнадцать-то? Пятнадцать плюс четыре. Маржа. А куб по два бегал Сереже Ерохину. По два? Не по четыре там был куб? Нет-нет-нет. Был просто... Куб по четыре мы тут никогда не увидим. Только от Сергея Ерохина, если это какой-то очень тяжелая позиция. Да, все правильно. Правильно. Сергей Ленин решится поставить куб. Нет, ну у нас же был вариант, когда... Был куб по четыре? Да. Когда уже, я говорю, совсем душная была позиция. Уже Ленин не стал терпеть, поставил. И то Ерохин взял. Куб по четыре взял. В расчете перевернуть по восемь. И был близок. Не попал двойкой. Ну что, куб сразу. Уже тут совсем терять нечего. И опять нет. Это я не понимаю. Сергей Петухов со мной как-то задерживал. Что-то они знают, эти ребята, отстающие по счету. Почему они не показывают куб? Сложно сказать. Не знаю. Я полностью соглашусь с Костей Пучковым. Не надо ждать улучшения позиции. Мы не понимаем, во что придем. Но надо закладывать розыгрыш двух очков сразу. Сразу играть на розыгрыш двух очков. Никто не исключает, что эта партия путем удачного сочинения в сайте может вообще привести к Марсу. Может привести к Блиц Марсу. Не показывается даже сейчас. Я не могу это понять. Ну, хорошо. Взяли пятый пункт. Сейчас будем показывать. Сейчас смотря сколько времени осталось. Вот кто бы сейчас стал играть вот так вот. Сразу. Ну, сейчас ты куб. Нет, нет. Я говорю, кто бы из наших игроков стал бы вот так играть. Без куба? Нет, с кубом. Вот с первого хода. Вот в такой ситуации. Не знаю. Не знаю. Костя Пучков точно. Он прямо сейчас продекларировал эту стратегию. Что надо с первого хода показывать куб. А я думаю, что еще Мгер и Алексей Аскура. Да, да, да. Абсолютно справедливые. Абсолютно точно вы подметили. Просто вам браво, Григорий, что вы правильно подметили очень многие особенности отдельных участников Суперлиги. Не, ну просто ты же наблюдаешь за тем, как психология проявляется по ходу матча. Вот наши наблюдения привели к хорошим выводам. Правильным выводам. Мгер точно поставил бы. Мгер точно бы поставил. Алексей Аскуралов точно поставил бы. Леонид Рискин почти наверняка, но не положа руку на сердце. Но вот с таком счете поставил бы. Почти наверняка. Почти. Ни разу не было у Леонида в этом сезоне, вот кроме тех матчей, которые в конце, значит, когда он прошел. Тоже аккуратный, да? Тоже впрыгнул. А ведь в начале, в начале мы вообще никак не можем вспомнить. Я не припомню таких, чтобы вот со стороны Рискина был такой ход. Я как раз вспоминаю, что вы сидели и говорили, не узнаю Лёню, что он, что он не рискует. Да. И еще кто-то точно поставил бы, знаете? Может быть, раньше так было, я не знаю. Микаэл Варданян тоже бы точно поставил в куб. Просто, я вам думал, действовал бы так же, как Константин Пучков. Просто с первого хода. Тяжело будет догнать. Непонятно, на каких партиях найти 15 очков зеленых. Может быть, вот сейчас Ерохин, не знаю, представляет, ну, как бы это правильно сказать. Ну, это вот сейчас, это да. В роли Даниила Медведева, который выиграл у Алькараса в полуфинале. А, открытый перец США. Перед финалом, да. Перед финалом с Джоковичем сам себе сказал, ну, я и так уже много сделал. Может, Ерохин говорит, я и так уже у Варданяна выиграл. Он много сделал, да. Он ворвался в восьмерку. Выиграл очень тяжелый четвертьфинал, неудачный по жеребьевке. Два очень сильных, единственных два гразмейстера сошлись в боевую. Кто-то, как говорится, обязан был уступить. И вот сейчас мастер игры, большой мастер игры Сергей Оленин. Ну, можно утверждать, снимает с пробега и Сергей Ерохин. То есть русское обозначение качества большой мастер лучше, чем гроссмейстер. Ну, к счастью, у нас не шахматы. Гроссмейстер наверняка будет обыгрывать мастера, но тоже не всегда. Возможно, ошибки, ну, в кавычках зевки, то есть пропуск какого-то тактического удара там. Да. Ну, вот в нардах это гораздо чаще. Просто я вот поддержу, чуть-чуть, вернее не поддержу, а вот чуть-чуть возражу Константину Пучкову. В той части, когда удача решает все. Я думаю, Константин имел в виду, но я бы подчеркнул. В игре мастера и гроссмейстера, то есть уровни настолько высоки, даже мастерский уровень, что с удачей мастер всегда будет обыгрывать гроссмейстер. Вот начинающий игрок может не воспользоваться удачей, может не распорядиться ей разумно. Ну, а тот, кто владеет разами какими-то. Мастер игры, я утверждаю, всегда обыграет гроссмейстер. А тем временем куб в середине, что меня забавляет или удивляет, скажем так. Я не понимаю, что происходит. Наверное, точно так же говорил и Микаев Варданян, когда были ситуации с Сергеем Петуховым, или что-то с кем-то еще, а потом я просто беру последний матч. Хотя что-то есть же в голове у игрока, который отстает. Он думает, что сейчас, позже или уже не стоит. Я не знаю. Но это неважно по большому счету. Я думаю, есть объяснение, оно очень такое благородное, что Сергей понимает, что даже с ранним кубом уже просто видно, что красный сектор не хватит количества времени доигрывания этой партии с кубом и просто старается показать для зрителей качественную, хорошую игру. Я думаю, это и это объяснение, и это объяснение я готов. То есть они должны сыграть 15 партий, 15 раз разложнений нет? Нет, сколько? То есть я имею в виду Сергей признал, пожалуйста. Я не об этом говорю. Я говорю о том, чтобы он тут же объявлял куб и Оленин тут же сдавался. Да, 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 этого не хватит, не успеет. Это 15-15. Оленин не будет сдаваться. Он будет принимать и проигрывать два куша, но гасить время, понимаете? Да, да, да. Не потащить этот матч, и Сергей сейчас играет для НАРД, для телезрителей, максимально хорошую игру. Вот этот аргумент я принимаю, я думаю, ровно это и есть причина. Да, здесь чудо временное, конечно, может произойти, но исключительно теоретически. Я вот до сих пор, например, не могу понять, как в свое время Константин Есенин написал, наш знаменитый статистик, сын Сергея Есенина, футбольный статистик, написал, что Соловьев в свое время забил три гола за 76 секунд. Я не представляю себе это нужно. Я тоже не могу представить. Вот. Но Константин Есенин человек, слову которого все верили, и вот он считал, что за 76 секунд Соловьев забил три гола. Ну, да, это надо три раза мяч доставить с центра поля, значит, на центр поля, отобрать мяч у соперника. И для меня точно такой же вот вопрос, то ли во всей Германии встали часы, когда в 2016 году Ливандовский за Баварию забил за 9 минут 5 голов. Ой, я тоже не знал. Против Вольфсбурга, да. За 9 минут 5 голов. Ну, я, если поверить, что Соловьев за 76 секунд забил три, то, наверное, можно поверить, что за 9 минут... Наш гораздо быстрее. Наш гораздо быстрее. Наш шустрее, да, да, да. Поэтому тут у нас, да, не мнение. Идеально заряжается, выходит, а Сергей, наверное, сейчас не зарядится. Зарядился, но обратного удара нет, надо выйти до конца. Эта партия тоже достаточно скучно выглядит. Так, четверочку надо закрыть, конечно. Нет, я пришел в седьмое поле спокойно. Терпел там, зачем раскрываться? Просто вот это одиночное, вот это неудачное. Видимо, Сергей не увидел этого хода. Наконец-то пошел Куб. Можешь подумать? Уже взял. Уже взял, да. Как в шахматах, тронул Хадид, да? Опять несладный бросок. Прям совсем, совсем. Я думаю, сейчас удача еще больше стала, чем в шесть. По второму тайну. Так, ну что-то подставляется. Ну, надо бить в четвертом поле, потому что якоры в пятом здесь желтые стоят. Совершенно уверен, у зеленых нет дома. Но именно так и завести еще шашку можно. Да, тут вообще других вариантов-то никаких не было. И ничего не боимся. Тем более мы знаем, что Сергею не везет Ерохину. Вообще не попадут в нас, так и есть. Да, а тут сейчас еще. Просто, как говорится, как-то гуляет по буфету, есть выражение. Да, да, да. Можно гулять по буфету, ничего не бояться. Ну, о чем мы речь? Танцы, танцы, танцы. Сейчас 2-1. Ответ нет, 6-5. Идеально. Вообще просто потрясающе. Такой дальний флайт. Метров 40, наверное. Такой флайт называется в полете с двумя заказными номерами. Ну, хоть что-то зарядили. Сейчас на эту шашку пробуем. Ну, сейчас на нее будет. Нет, не надо ничего здесь делать. Не надо ничего делать. Ну, вот такой вот. Так-то можно? Я имею в виду, с точки зрения тактики. Пробить, да. С точки зрения пробить, я понял. С точки зрения тактики и счет. Продлеваем матч. Вот теперь уже можем проатаковать, если складно будет. Или на проходе. Или 4 объявить. На проходе можно. Сейчас на проходе ударить, Сергей. А, и пятый тоже закрыть тоже. Я не увидел. Отлично. Конечно, отлично. А вот сейчас добивание. Нет, добивание. Ну, по крайней мере, надо там взять седьмое поле. Нельзя дать обратно удары. 3-4-3-6. Ну, 2-то надо закрыть седьмое поле. Да, да, да. Нельзя дать обратно удары. 3-4-3-6. Да. Безнадежно. Ну, не безнадежно, очень тяжело. Вот очень полезно. Вот якоречек. Да. В дом. Последней шашкой в дом. Другого нет. Да, на шестой поле. Осталось там, по-моему, чуть больше пяти минут. Ей же. Не 6-2, нет? 6-5. 6-5. А вот здесь 6-2. 6-2 или так, да? Да, да. Бой бросок без четверки желтых устроит. 5-5. Опять ничего хорошего. План Б. Побег, гонка, участие. Не работает здесь. Слишком велико отставание. 107 на 60. 47 очков. Да и дом толком не удается опять взять хорошо. И запаса нет, чтобы там постоять. Ну, очень. В каждой партии какая-то беда происходит с Ерохиным. Я имею в виду бросковая по удаче. Какая-то беда, которая не дает ему никакую конструкцию выдержать. Да. Ну, просто руки опускаются. Не знаешь. Если уж бежать, так обеими. Я вообще хочу сказать, что судьба наказывает тех, кто желает своим соперникам поражения. А я вовсе не пожелал. Я еще думал. Да. Удачи в следующий раз. Помните, я сказал, желаю удачи. Пауза в следующий раз. И тут же, может быть, аукнулся. Если мы что-то в это верим. Что у нас было в матче Акопов-Петухов? А кто что говорил? Петухов что-то говорил? Да, Петухов сказал, что... Ну, я не помню. Ну, да. Это было в интервью сказано. Я не помню. Я не помню. Это было сказано в интервью предматчевом. Поэтому вот... Поосторожнее надо быть, товарищи. Конечно. Конечно. Ну, это, конечно, Дарья Неревенька. Провокатор. Такие вопросы задают. Что вы пожелаете? А что можно пожелать? Что можно пожелать? Хочу, чтобы выиграл в следующий раз. Ну, что это? Что это? Даже сейчас не можно взять пункт, который там вот из шашки такой бросок. Хватит. Я сдаюсь. Все, хватит. Сергей готов признать матч. Ну, что ж, легко относится к выражению, так скажем, достойно. Нелегко, конечно, неприятно, но достойно. Молодец, Сергей Рухин. Ну, у него других вариантов нет. Ну, и это тоже, верно. Хорошо. Можно было бы как в шахматах поднять доску сопернику по голове. Но здесь очень тяжелая доска. Она, по-моему, очень вмонтирована. Цельная конструкция. Даже здесь не дает шансов. Если уж идет, так идет. Вот это неплохой. И вот сейчас 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Нет, 4-2, извините. Сейчас будет переворот Куба. Или просто доигрыш. Переворот Куба сейчас, наверное, будет. Хотя теоретически есть шансы. Не стоит переворачивать. Потому что абсолютно точно зеленые возьмут и будут играть за тремя дуплями или за четырьмя. Или можно доиграть. Да можно доиграть, конечно. Потому что... Нет, теоретически. 2-1 придет. Смело в виду, возможно, теоретически морсы после 5-5. Да-да, я это и имел в виду. Что если бы он сейчас кинул 2-1, то... И еще дупль. А там дупль еще один, да? Ну, уже 21-11. Рекордный, по-моему, счет. В плей-оффах, по-моему, да? В плей-офф точно, абсолютно. Нет, был сумасшедший результат матча Варданян-Скурава. Там было... Сколько там? 25-2. 3-3. Да-да. 2-2. Ну, это за час был счет. А, да. Я тоже не заметил. Там был кокс по 4. Да. Да. Так. Так, ну, что, видимо... Не берусь сказать, что гейм последний. Может быть, дабл. Ну, и даже здесь Сергей Рохин не показывает. Дабл даже и это уже не помогает. Ну, просто да. Он понимает прекрасно, что сейчас уже лямки рви. Все, что угодно. Будет тейк и доигровка этой позиции. Совершенно спокойно. Можно констатировать факт. Финалистом супер-турнира старт супер-лига вторым финалистом стал Сергей Рохин. Ой, прошу прощения. Простите ради бога. Только не говорите, что это оговорка по Фрейду. Сергей Роленин. Просто я сейчас смотрел на его лицо. Просто я так хотел, чтобы это был Рохин, да? Я сказал, честно, мне вот, ну, с обоими из этих ребят мне играть комфортно. Ну, посмотрим, посмотрим. Я помню только вот с мичей я так в Батуми играл вообще в одну калитку до 17 очков, там 3 очка, что-то наоборот. Сейчас вспоминают уже Сергей Рохин, когда в последний раз был такой, как сказал Константин Пучков, Непер. Когда это было в последний раз с одним из японских известных мастеров, гроссмейстеров, митчих, был турнир в Батуми, вот там Сергей Рохин вспоминает, что матч до 17 в одну калитку и 3 очка всего проиграл. Игроки признали исход матча, ждут, как мы говорим, финального свиска, продолжая нашу футбольную терминологию. Гудок, гудок должен раздаться. Неважно решение, которое примет Сергей Роленин, принимать этот клуб или не принимать, вообще значения не имеет. Впервые у нас вот такая, я бы сказал, миролюбивая концовка. Да, вы правильно говорите. Когда... Дружеская. Все понятно, да, и они просто ждут, когда часы дадут сигнал. Я бы вообще сейчас помолчал бы и послушал бы внимательно, если время, флажок, я имею в виду на гейм и стекло, то у кого на стекло, зачитывается поражение. Пока куб не стоит ни у кого не принят, это всегда будет в одно очко. С учетом правил Якова. Я дам ответ сразу на их дискуссию. Да, это интересно, да. Вот если был бы принят куб, тогда у нас было два прецедента с Константином Пучковым и со мной, когда поражение может быть многоочковым. Но это уже все не важно. Игроки пожали руки. Интересно было первая треть, я бы сказал, первая треть первого тайма. Все остальное стало как-то бледновато, на мой взгляд. Но, тем не менее, это был свой полуфинал. Но в любом случае, в любом случае, Сергей Оленин выдержал свою тактику до конца. И как бы, да, мы можем говорить о том, что это истина, что Лак в очередной раз подвел Ерохина. Да, Ерохина подвел, ну, на 200%. Я думаю, что это будет основным лейтмотивом его объяснений, почему он проиграл. Да, да, это так. Вот, поэтому, наверное, ему за счет того, что вот совсем уж судьба от него, фортуна от него отвернулась, ему не удалось осуществить то, что он изначально хотел сделать. Ему не дали возможности. Да, 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 совершенно верно. Вот это именно я и хотел сказать. А Оленин, вот, может быть, вот после 20 марта он поймал этот самый фарт. Возможно. Да, проигрывая 0-8 Ерохину и выиграв 10-9. С другой стороны, мы не знаем, как бы играл Оленин, если бы удачи не было такой, какая была игра. Мы этого уже не узнаем. Конечно. Конечно. Какие, как говорится, искусные приемы, тактические, какой бы уровень мастерства он показал бы при равном лаке или при отрицательном, мы этого уже не узнаем. Но, с другой стороны, Юрий Грандович, согласитесь, уважаемый, что вы сами требовали от Ерохина, но что ты не удваиваешь? Ну, уже пора. Ну, это естественно. Ну, уже пора. Я тут соглашусь с собой. То есть, мне кажется, стоило еще на том отрезке времени это делать. Да, потому что, получается, он совсем снивелировал риск. Я думаю, он признал. Я сказал потом, я, кажется, понял, в чем причина. Он просто признал. Признал поражение в этой встрече и дальше поиграл в хорошую игру, которая требовала та позиция, которая стояла. Ну, да ладно. Ну, что, есть смысл, наверное, послушать самих виновников торжества, потому что мы уже вроде бы как и свою точку зрения озвучили, все сказали. Пусть объяснят, как докатились до такой жизни. Да, пусть объяснят. Да. Шикарные помынки. В этом матче одно хорошо, что он закончился. Да. Ну, вы, Сергей, я к Ерохину обращаюсь, совсем решили избегать рисковых ситуаций? Ну, как, я по возможности в начале второго тайма попытался, но в середине уже шансов не было там. И не стоило совершать никаких преступлений. Когда уже математических нет шансов. Хороший был прием Кубапа-4, мне понравился. И поймал ты свой шанс, когда в двоечку все-таки открылась, пустя 2-1, 2-1 не зарядился. Там партия могла развернуться в 8 очков и что-то могло там какую-то лучинку зажечь. Мне очень понравился этот прием. Последний островок надежды. Да. Ну, а Ленин сегодня выступил в роли якутского стрелка, который бьет белку в глаз. Поэтому... Во все попал. Да, попал во все абсолютно. Сергей, я к Ленину обращаюсь. Это все-таки вот те самые ночные бдения, которые были при анализе, изучении всех предыдущих партий. Или сегодня что-то новое открылось для вас в противостоянии с вашим тезкой? Да нет, просто вот сейчас этот игрок не ходит на турниры у нас. Он в Москве, два раза чемпион Москвы был. У него была связь. С космосом? С космосом. Да. Талыш. Талыш его зовут, Сергей. И я как-то подключился к его каналу. USB. Да. Так, а он от сети работает? Подключаться к нему можно? Или это на уровне волн? Он какой-то жидкость. Пил непонятную всем. Ну, понятно. Ну, хорошо. То есть вы использовали фактически допинг перед матчем с Ерохиным. Ну, без этого никак не победишь. Контроль необходим. Да. Ну, что делать? И еще у меня к вам вопрос обоим. Вот сзади вас там шикарный такой дружеский шарж. Вам не показалось, что, в общем, как-то Мария Полякова предрекла исход матча, опустив пониже Ерохина и подняв повыше Оленина? Видимо, у кого-то была связь точно. А мы подумали, что это Ваня Ланкин и Тимур. А вот так вот, да? Вы решили не признаваться в том, что это вы. Да. Ну, ладно. Ну, давайте посмотрим на статистику. Я понимаю, конечно, что серьезно сегодня говорить о каких-то проблемах игры, разбирать это все дело будущего. А пока, ну вот, отреагируйте сами. Да, оцените сами. Я думаю, ошибок удвоения 25. Такого никогда не было. У меня было 27, так что ты сыграл все, как я тебе обучал. Молодец, Сережа. Понял. Достойный ученик. Спасибо. Да, вот теперь ученик с учителем сойдутся, да? Вот тогда посмотрим 25-го. Да, вскрытие пока что-то. Да, да, да. Что клиент умер от вскрытия. А Сергей Ерохин сыграл по такому сложному матчу, я считаю, на очень хороший пиар в шестерку. Да пиар сейчас сегодня был очень важен. Нет, нет, нет. Чрезвычайно важен. Я о своем. Молодец, Сережа. Ну, с учетом нескольких криминальных решений. Да, да. А я думаю, да, вот Сергей едет на международный турнир, я антилаг забрал. Во, вот за это спасибо. За это спасибо. Надеюсь, там будет хороший результат. Ну что, дорогие друзья, спасибо большое нашим участникам этой полуфинальной встречи. Как бы ни выглядела судьба коварной, какие бы коллизии не возникали, самое главное, наверное, с достоинством встречать поражение и с чувством выполненного долга отмечать победу. Поэтому мы поздравляем и Сергея Ерохина, и Сергея Ленина. И благодарим их за эту встречу, за это доставленное удовольствие. Ну, а теперь давайте посмотрим под занавес нашей трансляции, посмотрим еще на таблицу. Что ждет нас в понедельник. Да, что нас ждет в дальнейшем. Юрий Акопов, Сергей Ленин, Сергей Петухов, Сергей Ерохин. Матч за третье место 18 сентября. Возможно, возможно, по сетке будут небольшие изменения, но об этом мы доведем информацию до вас обязательно. Или через соцсети, или же каким-то другим способом. Залезем на сосну и будем кричать на всю Москву и Московскую область, что переносится на 19-е или на 20-е. В общем, пока не могу вам сказать, это вполне возможно. Но, как говорят, или это факт, или, может, это вообще не факт. А для вас сегодня работали Юрий Акопов и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»